ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Да. Ром, нам надо увидеться. Да, срочно. У меня для тебя сюрприз. Ага. Давай. Привет. Саша, ну, вот у тебя голова на плечах или качан капусты? Ты что, не понимаешь, кто такой Рома? Как ты вообще могла с ним связаться, а? Ну, с ним любовь с пятого глаза. Все будет хорошо. Не будет у тебя с ним все хорошо. Ты беременна от женатого мужчины. Это ужас. Он женат фиктивно. Он с женой со своей даже не живет. Это он тебе так сказал? Да. Ну, дура ты, Саша. Хороший, добрый, но дура. И я во всем этом виновата. Тебя нужно было с детского сада учить в людях разбираться, а я... Сказки мне читала. Ну, плохо, что ли? Ну, внук или внучка. Неужели не хочется? Хочется. Хочется. Только Рома твой никогда не разведется. Знаешь, кто у него жена? Дочь мэра. Вот именно. Он весь город в кулаке держит. Попробуй, перейди ему дорогу. Он же нас с тобой сожрет. Господи, голова побежала. Опять давление? Да нет же! Голова от проблем. Ну, Сашка, Сашка. Что ж ты наделала, а? Милая ты моя, что ж ты натворила? М-м-м. Везде сплошной бардак. Пока мэры не вмешаются, все через одно место. Ну, в самом деле, не могу же без конца сам все контролировать. Пап, ты давай овощи ешь. Нельзя все время одно мясо есть. М-м-м. Я уже в таком возрасте, когда о фигуре, можно не думать. Я не о твоей фигуре беспокоюсь, а о твоем здоровье. А то, как мама. У твоей мамы был порок сердца. А мне, слава богу, врачи еще года три. Чего? Я здоров, как бык. А внуках еще могу позаботиться. Как там у вас? Двигается? Мы работаем над этим, папа. Угу. У врача была? Была. Ну, не цени. Ну, я думаю, что это не критично. И мне нужно сдать анализы, и Роме тоже проверится. Ну, так пусть. Проверится. Да он на работе с утра до вечера. Приходит очень поздно. А чего это взяток упорно пошит, а? У него от меня гарантия на самые жирные строительные заказы. И вчера, и сегодня, и завтра. Да. Он что, не может с женой на курорте поехать? Между прочим, это у нас с матерью на курорте получилось. Пап, ну, он же мужчина. Ему хочется быть самостоятельным. Ему не нравится зависеть от тебя. Ну, и дурак. Другой бы спасибо круглые сутки говорил. Где бы он был, бесцессия-то. Слушай, а может, он погуливает, а? Ну, ну. Папа. Ну, ну. Разворка спрощай. Пусть только попробует. М-м-м. Ну, так а в чем проблема? Они хотят по этой цене, вообще лапочку прикроют. Добыча подорожала. Почему мы должны их конторе отдавать нефть по себестоимости? Ну, хорошо, попросят еще время, так дай им подумать. Ну, максимум не делаем все. Контракт уже месяц, как закончишь, а мы все подарки делаем. Давай, до связи. Мишка по моей просьбе фотографию прислал. Симпатичная девушка. У твоего сына отличный вкус. Да, Оль, ну, по-моему, это все безответственно. Ну, ты пойми, наш сын тащит в дом какую-то неизвестно откуда взявшуюся девицу. Кто она такая? Что за человек? Ну, приедут и познакомимся. Не надо паранойи только, Володь. Не придумывай ты никакую охотницу за сокровищами. Нет, я понимаю, молодой, горячий. Но зачем же сразу в дом-то тащить? А мне кажется, у них все серьезно. Кажется. Ты хочешь ссоры с единственным сыном? Он же такой же, как ты. Если упрется, его никто не переубедит. Ну, давай встретим их по-человечески, а? Так, по-моему, тебе хватит. Пойду тебе чаю с ромашкой заварю. Я во всем виновата. Ну, а в чем ты опять виновата? В том, что ты попала в такую жуткую историю. Если бы не моя, это бы болезнь. Ты не вернулась бы из Екатеринбурга, а окончила бы ординатуру. Нашла бы там достойного мужчину. Я здесь нашла достойного мужчину. Этого слабохарактерного? Который женился на Наташе? Его заставили жениться. Там о любви ни о какой речи нет. К тому же, они скоро разведутся. Саш. Это ему сказала уже. Сегодня сюрприз делаю. Мамуля, привет. Привет, моя солнышко. Мам, ну хватит. Как же вы с Верой все-таки похожи, а? Она тоже со мной все время сюсюкает. А ты ей в ответ ласковые слова говори. Женщины очень чувствительны к ласке. Каждый божий день я об этом говорю. Ты мне лучше скажи, ты папе сказала, что мы скоро приедем? Да. Судя по выражению твоего лица, не сильно он был в восторге от этого. Ну, конечно. Ну, конечно. Не он же все это решил, да? Воображаю, что с ним будет, когда он узнает, что мы решили пожениться. Пожениться? Да, да, пожениться. Даже заявление в ЗАГС уже отнесли. Ну, а к вам я ее везу, потому что хочу, чтобы все было как-то, я не знаю, по-человечески. Я тоже этого хочу. Но ты же знаешь, как папа никак не привыкнет к твоей самостоятельности. И потом он до сих пор расстроен, что ты уехал от нас так далеко. Мам, нефть и Юганск – это не край света. И жить счастливо можно не только в Москве. И работать можно не только в фирме отца. Я знаю, но я так скучаю по тебе. Мам, ну все, давай. Я скоро приеду. И не один, а с невестой. Ну что, где мой чай-то? Где? Целую тебя пока. Стоп. Эй, с какой еще невестой? Какой сюрприз, Арвар Маныч. Здравствуйте. И вам не хватать? Ну, как дела? Замечательно все. Вот собрался жену вывезти в ее салон красоты. Куда уж больше красоты-то. Лишним не будет. А мы тут с Наташкой обсуждали, когда вы меня дедом сделаете. Так, пап, ну хватит, ну. Чего хватит? Мне наследник нужен. Родная кровь. Знаете, у меня есть такое предчувствие, ощущение, что вы скоро уже станете дедушкой. Он чувствует. Да, вот где-то вот у меня, вот здесь вот. Езди. Извините. Ты ответь, ответь. Да. Это, это подождать не может? Прям срочно подождать не может? Хорошо, я скоро приеду. Таш, такое дело, мне нужно по работе отъехать очень срочно. Может, ты на такси поедешь? Рома, сначала отведёшь жену, а потом поедешь по своим делам. Конечно, Вера Воронежа, как скажете. Я готова? Да. Ну, это замечательно. И мне на работу пора. Дела государю вызовут. Спасибо за обед, дочка. Не надо так со мной разговаривать. Мальчики. Мальчики. Не ссорьтесь. Мишенька, а кто она такая, твоя Вера? Она учительница. Работает в школе. Тебе она понравится. Ну, конечно. Обычная простая учительница. Завидный выбор. Вова, тихо. Конечно, приезжайте, Миша. Да делайте вы, что хотите. Миша, ты, главное, не расстраивайся. Ты же знаешь, папа вспылит, потом отойдёт. Мы вас ждём. Конечно, мам. До встречи. До встречи. Я тебя очень люблю. Ага. Оп. Вот я ж тебе говорила, что билеты в автобусы тоже только по паспортам. Да. Молодец, молодец. Продолжай в том же духе. Учи меня жизни. Ну, Миша, я чего-то боюсь. Все как-то, ну, правда, быстро, неожиданно. ЗАГС и заявление, и поездка вообще-то. Ну, не бойся. Я с тобой. И помни, самое главное, ты выходишь замуж за меня, а не за моих родителей. Спасибо, что ты со мной в Ленинское съездил, правда. Сейчас вон в Москву на автобусе тащишься. Ой, глупая. Послушай, многие боятся летать. Просто не все в этом признаются. А вообще, я очень рада быть в месте, в котором ты выросла. Я тоже очень рада, что ты тут побывала. Правда, что моя любимая Марья Павловна тебе понравилась. О, ваша заведующая, это вообще огонь. Теперь я понимаю, почему из вашего детского дома выходят такие прекрасные люди. Миша, ты меня зачем все время хвалишь? Ну, а что ты хочешь? Что ты хочешь? Чтоб я тебя отсчитывал? Жалко, мы не на поезде поехали. Я вам все купил и купил. Ну, да поэтому и поехали. Да, куча, куча денег. Правда, лучше тебе мы курточку купим. Ну, а что, с диваном носу? Ой, экономная ты моя. Да. Ты заберешь меня потом? Да не знаю, зай. Ну, давай созвонимся и договоримся. Просто очень тороплюсь, извиняй. А чего ты нервничаешь? У тебя что-то случилось? Я не нервничаю. Просто я не люблю опаздывать. Важная встреча. Ну, останови, я выйду. Сейчас доедем до места, я остановлю. Ой, Beatles People Вы свободны? Да. Да. За той машиной. Поехали. Прям как в детективе. Румычка. Ты что ты делаешь? Сань, он сколько раз тебя просил? Я хоть и формально, но женат. Понимаешь? Я просил тебе не звонить мне и не писать. Не надо этого делать, пожалуйста. Делать это можно только в самых крайних случаях. Рома, крайних случаев. Пожалуйста, не перебивай меня. Пожалуйста. Она сумасшедшая, она следит за мной. Не дай бог, она узнает о нашей связи. Ты понимаешь, что это будет козырь в ее рукаве, который использует ее отец, чтобы меня раздавить просто. Раздавить. Рум, я беременна. В смысле? Да. В прямом. Да ладно. Да. А ты… А ты уверен? Да. Я же медик. Ты забыл? А, ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Так, ну и что ты собираешься с этим делать? В смысле, что я собираюсь делать? Ты хотела ребенка? Я? Да. Ну да. Ну да. Ну да, конечно, да. Просто я не думал, что это будет так быстро. Ну это так неожиданно, понимаешь? Я же как бы женат. И мне нужно сначала там какие-то порешать вопросы с Наташей. Она же меня так просто не отпустит. Так ты разведешься? Ну да. Ну да. Ну конечно, в принципе, когда-нибудь. Ну да. Ну да. Да. Давай, давай так, давай, успокоимся, успокойся. Успокойся, давай поговорим. Мы же любим друг друга. Да. Ну тогда давай просто чисто теоретически, может быть, рассмотрим один вариант. Может быть. Может быть, нам с тобой есть смысл сделать аборт? Ну я естественно, я все оплачу. Естественно, будут лучшие врачи, лучшие доктора, лучший уход. Все будет на самом лучшем уровне. Да, почему нет? Может и аборт. Ну да. Я же молодая, здоровая. Могу попозже родить? Ну да, ну конечно. Я понимаю, Рома. Эй, ну куда ты? Ну куда же ты? Ну подожди. Всем привет. Какой у вас интересный разговор. А вы продолжаете? А я послушаю. Божественно. Колбасу сама готовила? Ну правда, Мишка? Ну да, не без этого. Мама точно такие же в детстве готовила. Один в один. Да? Расскажи про нее. Мама? Мама у меня добрая. Ты сама увидишь. А Владимир Александрович? Папа. Папа, как сказать, непростой человек. Но за другой стороны, чего ты хочешь по его должности? Ну, я читала в интернете. Да не волнуйся ты. Ну, родители как родители. Любят меня, полюбят и тебя. Тебе же женатым мужиком нет? Не стыдно? Я отказываюсь говорить в таком тоне. Ты, звезда! Ты вообще, что я тебя возомнила, а? Один звонок моему папе и тебя с твоей тетушкой пыль сотрут. На тебя дело уголовное. Заведут и пойдешь в тюрьму. Саша, ну ты тоже давай это, не горячись. Для уголовного дела нужны очень серьезные основания. Повод найдется. Ты не переживай. Ты за себя попереживай. Я сейчас до тебя доберусь. Вы разбирайтесь, а я, пожалуй, пойду. А я еще не все сказала. Стой! Я уже достаточно услышала. Слушай, ты вообще страх потерял? Ну я, ну что, ну я же могу… Заткнись. Дома поговорим. Заткнись. Заткнись. Заткнись Заткнись, через раз в месяц и женскойbs. Валю, да, Ир. Привет! Прости, пожалуйста, можно я сразу? Ладно, к делу? Мне помощь твоя нужна. Скажи, пожалуйста, если я в Москву приеду, можно будет у тебя остановиться? Что-то случилось? Да, случилось. Это долгий разговор. Мне надо просто из города уехать. Проблема у меня здесь. У тебя? Что могло? Давай не по телефону, ладно? Я приеду, я тебе все расскажу. Можно? Ну, если ты не боишься маргинального района, то приезжай, конечно, в тесноте, да не в обиде. Да. И, а, да, скажи, пожалуйста, а ты с работы мне сможешь помочь? Ну, на скорой текучке большая. Правда, там работа ломовая, поэтому все и бегут. Ты же знаешь, я трудностей не боюсь. В общем, Сашка, давай, собирайся и приезжай. Если уж мы с тобой шесть лет в общежитии терлись нос к носу, то сейчас-то точно уживемся. Да. Хорошо. Я тогда, если точно соберусь, я тебе позвоню. Спасибо тебе большое. Пока. Скоро у нас будут гости. Гости, гости. Рома, мы все для тебя сделали с папой. Чего тебе не хватает? Всего хватает. Это недоразумение. Ну, просто девчонка что-то придумала себе. Господи, хватит врать! У меня дела, у меня нужно на работу. Как ты достал меня со своим вранью? Прости, говорю же, это случайность. Мне вообще наплевать на нее. Наплевать настолько, что она от тебя залетела? Сколько это может продолжаться? Это вот вообще не должно продолжаться. Категорически согласен с тобой. Мне это не допустимо. Я тебя спрашиваю, сколько? Ты ж ну прости меня. Ну, пожалуйста. Я предупреждала, что все женатые гуляки доверчивым дурочкам вот так вот врут. Ладно, ладно. Не реви. Бог с ним. Знаешь что, я пока тебя тут не было, я вот думала, думала, ты должна уехать. Я тоже так подумала, что нужно уезжать из этого города. Дядя Толя, помнишь? В Анапе живет. Дом у него. Он тебя примет. Свежий воздух и море. Они тебе как раз на пользу пойдут. А Наташа тебе здесь жить не даст. И Рома твой перед глазами маячить будет. А с глаз долой, да и с сердца вон. Ну, да я тебя с твоим диабетом так надолго оставлю. Ну, знаешь что, пока ты в институте-то училась, я как-то справлялась. Сейчас справлюсь. С Иркой Рябцовой созвонилась. Она меня в Москве будет ждать. Все-таки Москва ближе, чем Анапа. Ну, хорошо. Давай так. Заедешь к своей Ирке, побудешь у нее погуляешь. Ну, хорошо. Успокоишься. А потом на море. Я всегда знала, что твоя первая любовь не даст нам покоя. Я больше не могу, Ромашка. Я просил тебя уже не называть меня Ромашкой. Я вот прошу снова, пожалуйста, не надо этого делать. Там ничего серьезного. Это глупость мимолетная. Господи, пожалуйста. Что ты мямлишь? Я не важна случайность. Я не могу больше это слушать. Давай, пожалуйста, вот успокоимся вместе сейчас. Подышим, если хочешь. Давай вместе. Может быть, мы и поэтому с тобой зачать не можем? Потому что ты на стороне гуляешь? Массаж стоп. То есть отцу ты сказал, что мы стараемся? Я понимаю, как ты стараешься. Пожалуйста, давай вот отца твоего вообще никаким боком сюда впутывать не будем. А что, страшно? Значит так, Ромашка. Завтра же ты едешь и сдаешь все анализы на половые инфекции. Может, ты мне какую-то дрянь занес, поэтому меня. А что у тебя? Неважно. Важно то, что ты не съездил к врачу, которого нашел отец, и не сдал ни одного анализа на фертильность. Да я не понимаю, да мне-то это зачем? Ой. Пошел вон. Ты спишь на диване. А будешь так со мной разговаривать, мой отец тебя без штанов оставит. Саша, может, тебя хоть проводить, а? Не надо меня провожать, что я сама что-то не дойду. Паспорт, деньги, все взяла. Все взяла, все, Тетя Лиза. Все, пожалуйста, не плачь, не нервничай, ты мне обещала, все. Подожди, Сашенька, ну ты хоть звони, а? Да. Не пропадай. Да, хорошо. Позвонишь? Позвоню. Верусь, ты куда? Ой, простите, пожалуйста, я вас разбудила случайно? Ой, извините, обознался. И что случилось? Простите, пожалуйста, я разбудила. Меня Саша зовут, я здесь с вами поеду. Ну что ж, очень приятно, Саша, располагайтесь. Меня зовут Михаил, это моя невеста, Вера. Очень приятно познакомиться. Да уж, забавно получилось, но, по правду, похож. У меня тетя Люся моя, она как на пенсию вышла, она теперь из огорода не вылезает. Гордится очень, что у нас круглый год свои соленья, варенья. А мы с Верой тоже огород заведем, да? Да, моя экономная. Ну, представим. А вот видите, еще не жена, а уж и командует. Огород. Ну что, у тебя огурчик, помидорчик? Огурчик. Алло. Привет, Сашка. Да, Ир, привет. Слушай, прости, я телефон выключала, спала после дежурства, только увидела твое сообщение. Да, я еду уже. Вот только что прям автобус тронулся. Ты молодец, что решила приехать. Я тебя обязательно встречу. Хорошо, мы как будем подъезжать, я тебе обязательно сообщу. Жду последние сплетни из нашего медвежьего угла. Целую и обнимаю. До завтра. Наташ, прости меня, пожалуйста. Ну, мне правда без тебя очень плохо. Я же слышу, ты куда-то собираешься. Ну, позволь хотя бы подвезти тебя, что ли. Я уже вызвала такси. А ты едешь к врачу сдавать анализы на половые инфекции. Хорошо, сдам все, что скажешь. И поеду, куда скажешь. Только, пожалуйста, давай нормализуем наши отношения. Мы обязательно вернем наши нормальные отношения, Ромашка. Обязательно. Сразу же, после того, как ты сдашь анализы. Так что, я пошла. Подожди. Родня, ну прости, я идиота. А давай подарим твоему папе самого замечательного внука. Роман, ты сделал мне пану. Отпусти. Прости, Наташ. Ну, 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 прости меня, пожалуйста. Зовут ее Вера. Работает учительницей в какой-то там школе в Нефтьюганске. Ну, в общем, хочу знать о ней все. Я понял. Анализ выдавать? Ну, как обычно, всю информацию и анализ развития событий. Как срочно? Вчера. Хорошо. Игорь, пообедайте с нами. Спасибо, Ольга Алексеевна. К сожалению, работа. Спешу. До свидания. Счастливо. До свидания. Ну, что? Мужчина, сколько стоим не подскажете? Минут десять. Всегда так было. Отлично. Ну, что, я пойду воздухом подышу. Кому мороженого? Всем. Ну, тогда попускай меня. Давай. Я хотела тебя спросить, у тебя же свои? Да. А у тебя? У меня тоже. Да ты, Миша прав, мы чем-то похожи. Слушай, может, встретимся в Москве, пойдем куда-нибудь сходим. Ты надолго в столицу? А, ну, думаю, что да, наверное, надолго. Ты что, расстроена? Проблемы у меня возникли небольшие в городе, а город маленький, сплетни и всякие. Тетя Люся моя очень переживала, а ей нельзя, у нее гипертония, у нее диабет. Поэтому я поняла, что надо уехать, ни себе нервы не мотать, ни ей. Она меня, да, с детства меня воспитывала. У меня родители во векатастрофе погибли, когда мне три года было. Поэтому вот автобус, я не летаю. Слушай, у меня тоже аэрофобия. И я, я тоже с детдома. Да, вот сейчас в Ленинское ездили вместе, к Марь-Павловне это. Директор нашего детдома, она мне как мама была. Замечательный у тебя кольцо. Да. У тебя Миша замечательный. Да. Да. Да, замечательный. Только я иногда думаю, достойно ли я его. Что за мысли такие? Ты не представляешь, он из очень крутой семьи. Знаешь, там частные учителя, языки, он в Европе учился. Он даже на рояле играл, не представляешь? Ну, да. Я прям чувствую, я не дотягиваю. Его родители, конечно, не такой пары хотели. Я уверена, что для любых родителей самое важное, чтобы их ребенок был любим. Здесь все очевидно. А вот как раз культурный уровень можно подтянуть. Я вот, например, очень люблю учиться. Все, что в медицине нового, я про все читаю, про все смотрю регулярно. Стойте, 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 стойте. Ты медик? Да. А что, ты тоже? Нет. Нет, я учитель в школе. Да. Девушка, красавица моя, может пропустишь меня? Я по потолку еще летать не умею. Простите. Ничего. О, местечко. Простите, тут занято, да? Ну, а тут хоть свободно? Ну, хорошо. Подождите, пожалуйста, пассажиры за вас. Опа! Пошутила. Блин, я испугалась, у меня сердце чуть в пятки. Я испугалась? Да. Где мороженое? Давай садись уже. Вот, смотрите, мечта о соль. Алые паруса. Бестселлер моего детства. До сих пор глины рублю. Попробуй, попробуй. М-м-м. М-м-м. Ну? Правда вкусно. А я что говорил? М-м-м. М-м-м. Хотите? Угощайтесь. Ой. Ну, я-то сама сладкое не ем. Да угощайтесь, угощайтесь. Ну, для внучки возьму. Ага. М-м. 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 А вы не хотите? Зачем Игорь приходил? Оль, прекрати. Ты прекрасно все понимаешь? Нет, я не понимаю. И сын везет к нам невесту знакомиться, а ты какие-то частные расследования затеваешь. Да это обычный мер предосторожности. Если Мишка узнает об этих мерах, он вообще с нами общаться перестанет. Сын тебе уже показал, что хочет быть самостоятельным. Он вообще не потерпит никакого вмешательства в свою жизнь. Я умоляю тебя, отмени задание Игорю. Нет. Ты прекрасно знаешь, какую я должность занимаю в корпорации. Они все равно ее проверят. Так, чтобы не было потом каких-то неожиданных сюрпризов. Господи, как я-то вообще живу с тобой все эти годы? Ольга, ну, ты совсем другое дело. Ты прошла со мной и огонь, и воду, и газовые трубы. Ну, так, ты что-то говорила про обед. Если Мишка узнает… Не узнает, я клянусь тебе. Людмила Георгиевна, мне надо срочно с Сашей поговорить. Она на телефон его не отвечает. Ее нет. Вы не понимаете, это очень серьезно. Мне надо ее предупредить. Серьезно, ее нет. Саша! Саш! Она уехала. Ее нет, я же тебе говорю. Иди отсюда. Куда уехала? Это не твое дело. Иди отсюда. А вернется когда? Не вернется она. О, премьера нового триллера. Вот на что мы все вместе с вами должны обязательно сходить. Нет. Лучше комедию. Да, романтическую. Да, девчонки, вы меня уже начинаете пугать. Скоро перестану вас различать. Понял? Понял. Шучу. Так хорошо, что мы с вами познакомились. Я даже о своих проблемах забыла. Саша, да не переживайте. Все будет хорошо. Это и я вам говорю. Если он говорит... Будет. Будет. Надеюсь. Спасибо вам. Что? Вот еще. Давай. Туся, я дома. Ты не поверишь, что у меня в руках. Зря ты переживала. Пришли анализы и я чист, как стеклышко. Даже тише, чем стеклышко. Ты чего такая? А что опять случилось? Звони своей. Этой. Пусть рожает. Только не здесь. Я скажу, где. Ты пьяна, что ли? Не перебивай. Ребенка заберем и воспитаем, как своего. Какой-никакой, а твой? Была твоя Сашка любовницей, а станет суррогатной матери. Друзья, я вообще ничего не понимаю. Какая еще суррогатная мать? То есть, с чего? Мы живем только три года вместе. Люди там после пяти лет брака детей заводят. Это нормальная практика. Я не могу иметь детей, Рома. Не могу. Так. Малышка, сейчас все лечится. У меня нет. Я никогда не смогу родить, Рома. Мы можем усыновить. Ты хоть понимаешь, что это такое? У всех детей в детдоме у них родители либо алкаши, либо воры. Ты что, хочешь себе... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хватит, тебе хватит. Алкоголька? Нет, я не хочу, чтобы у меня в семье была алкоголика. Ты пойми, я просто в первую очередь о тебе думаю. Ты же всю жизнь будешь на этого ребенка смотреть и вспоминать о моем глупости. Папе нужен внук, которому он может оставить все свое имущество. Внучку он примет. А я? Звони. Поиграю в беременную полгода. Ты же знаешь, что я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ну и чтобы Варвара Мановича была довольна. Я очень прошу тебя, давай не вмешивать в это Сашу. Нам счастье это не принесет. А что принесет? Ну, ЭКО? ЭКО? Не прокатит. Врач сказал, у меня вырабатываются антитела на мужские клетки, в принципе, и на ребенка тоже будут. Я не смогу родить Рома. Никогда. Хорошо. А если мы все-таки рассмотрим вариант с суррогатным материнством, но без участия Саши? А зачем? Она уже есть. Суррогатная мать молодая, здоровая, не пьет, не курит. И ребенок твой. Родная моя. Ты пойми, я... Ну, ты взволнованный сейчас. Ну, я просто, я же знаю тебя. Ты же пожалеешь об этом. Наверняка пожалеешь. Ну, давай спокойно сядем, все обсудим. Угу. Угу. Я сказала, звони. Сначала не брала, теперь вообще телефон выключена. Стерва. Наташа, давай откажемся от этой идеи прямо сейчас. Ну, подумай сама, нам же так хорошо вдвоем. Зачем нам кто-то еще? Нам так хорошо, что вообще лучше не придумаешь. Послушай, папе нужен внук, которому он может оставить все свое движимое, недвижимое имущество. Меня он любит. Поэтому, что бы ни произошло, он меня не бросит. А вот к тебе у него претензии. И поэтому при любом удобном случае ты вылетишь просто, как пробка, из дома, из бизнеса, отовсюду. Поэтому, понимаешь, Ромочка, мне нужно как бы родить. Поэтому давай, звони. Договаривайся, предложи ей деньги. Хочешь кучу денег. Но ребенок должен быть наш. Если она откажется. Пригрози. Она живет в городе, где мой папа главный. Если нужно, он устроит ей проблемы. Да, да. Но самое главное, Рома, папа ничего не должен знать. Иначе тебе конец. Хорошо. Я попробую. Что значит, попробую. Рома взял и сделал. Хорошо. Я сделаю. Девчонки, послушайте. Скоро город Александров, стоянка там целых двадцать минут. Может мне за шампанским метнуться, а? Супер. Отличная идея. Я за. Мы же так не отметили наше знакомство. Ребята, я, наверное, откажусь. Я что-то, если честно, себя прям совсем неважно чувствую. Почему? Ого, у тебя руки ледяные. Да что, тебе прохладно. Я куртку сдала в багажник. Возьми, возьми мою куртку. Спасибо. Иди сюда. У тебя температура, наверное. У нас есть таблетки? Черт, забыл. Забыл. Ребята, ну ладно. Я медик, вообще-то. Знаешь, такие бывают медики, которые о других заботятся, а о себе забывают. Сейчас я скажу к водителю, у него точно есть аптечка. Вер, спасибо. Это лишнее. Правда, Вер. Подожди, а я тебе воды принесу. Сиди здесь. Ребят. Черт, спасибо. Слушай, у тебя руки совсем холодные. Простите, у вас есть аптечка? Моей подруге плохо. Да, здесь внизу, справа, посмотрите. А-а-а! А-а-а! Давай, давай быстрее! Взывай! Вези свою девчонку! Бежим, сейчас вонет! Слышь? Давай. Взывай! Взывай! Все будет хорошо. Вера. На месте катастрофы работают сотрудники МЧС. Специальная комиссия сейчас устанавливает причины аварии. На наших экранах вы видите телефоны горячей линии и адреса сайтов, на которых постоянно обновляется информация о пострадавших. Аппарат абонент выключен? Или находим его на месте? Взывай! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тетя Люда, здравствуйте, это Ира. Тетя Люда, Сашин автобус разбился. Я смотрела списки погибших. Мишенька, 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 Сыдок. Простите, давайте в коридоре поговорим. Оль, Коля, простите. Коля. Пойдемте. Пойдемте. Ты ждешь кого-то? Нет. К вам пришли. Это все ты. Это все из-за тебя. Она погибла, если б не ты, она была жива. О чем вы говорите? Кто? Кто? Саша моя погибла. Она была в том автобусе. Она уехала из-за тебя. Саша, а я при чем здесь? Ай, Сашенька моя, моя Сашенька. Людмила Георгиевна, нам, нам очень жаль. Да я… Мы подумаем, чем вам можно нам помочь, а сейчас, пожалуйста, уходите. Эх ты… Сашенька моя, Саша… Давайте наберемся терпения. Терпение еще раз. Дмитрий Михайлович, Другова Вера пришла в себя. Извините, мне нужно к другому пациенту. Вера Другова, это же невеста нашего сына. Можно нам с ней поговорить? Оля, о чем ты будешь с ней разговаривать? Мы ее вообще не знаем. Неважно. Главное, что она была с Мишей в момент катастрофы. Я вас очень прошу. Давайте попробуем. У нас нет ни Саши, ни ребенка. Я не знаю. Короче, думай. А я устала. Господи, Рома, ну… Не хочу. Это она. Да. Похоже. А мы должны о ней позаботиться. Ну, разберемся. Вы меня слышите? Моргните, если вам трудно говорить. Вера, с вами хотят поговорить. Вы готовы? Я не Вера. Вера, все хорошо. Расслабьтесь. Постарайтесь уснуть. Она еще слишком слаба. Сейчас ее не стоит беспокоить. Будем надеяться, что все будет в порядке. Серьезных травм нет. Пойдемте. Пойдемте. Не беспокойся. Они разберутся. Скажи, а ты была у Миши? Как он? Он в реанимации. Миша будет трудно. Но ты, к счастью, жива. Ты позаботишься о нем? Да, конечно. А ты в какой палате? Меня уже выписали. А ты? А как же ты тут? А меня тут и нет. Прощай, Саша. Вера! 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 Здрасте, Игорь Анатольевич. Только недолго. Меня на посту ждут. Я тебя умоляю. Не беспокойся. Я тебя долго не сдержу. Ты сам что думаешь? Ты же в один день дежурил? Да ничего особенного. Все как обычно. Погоди-ка. А это что? Это Вера ваша. Беременная. С ребенком вроде все в порядке. Интересно. Ты для меня вот эту информацию уточни. С коллегами пообщайся. А потом мне сразу же перезвони. Да, на меня и так подозрительно смотрели, когда я из камеры хранения выходил. Дима, не суетись. Ты же молодец. Ты же у меня умница. Возвращай документы, а я жду у тебя звонка. Хорошо. А с моей проблемой что? Все под контролем. Вы братья ходят по УДО. Только в этот раз за ним сам следи. Конечно. Спасибо. Будут следить. Да ему руки-ноги вырвут, если еще раз пьяный за руль сядет. Спасибо. До свидания. До свидания. Иди, работай. Послушайте, я вот папку с документами принесла. Здесь ваша доверенность на меня, свидетельство о смерти и копия с опознания. Там хоть было что познавать-то? Я понимаю, тебе тяжело было. Ее хотя бы забрать-то можно будет? Вы знаете, дядя Людь, сейчас нет, пока идет следствие. А потом можно. Давайте я вам урну с прахом привезу, так лучше будет. А, хорошо, Ира, хорошо. Да как же так-то, а? Господи. Я только что вот здесь стояла, я же ее провожала. Все. Где-то одна осталась. Господи. Тетя Людь, вы успокойтесь. Успокойтесь, а то вам плохо будет. Да и пусть. Скорее, на ту цель отправлюсь. Одна я осталась, всех похоронила. Что мне тут делать-то? Разве что, этого урода придушить. Девочку мою в баке он загнал. Кто? Ромка Голованов. Кобель Горяцкой, чтобы ему пусто было. Подождите так, он же на дочке мэра женат. Она от Сашеньки моей ребенка сделала, она от него, от Желевого Бешеного сбежала в Москву. Ну, она проснулась? Хочешь чего-нибудь? Самойлову сказали все, что пожелаешь. Самойлова? Ну, родители твоего Мишеньки. Михаил. А что с ним? Ты не волнуйся, жив он. Правда, тяжелый. Спит. Кома? Да. В реанимации? Ну, в реанимации, но он рядом, в соседнем отделении. Я посплю еще немножко, ладно? Угу. Ну, спи. Сон лучшее лекарство, спи. Лена? Ну, все... Миша, я не знаю, как тебя благодарить, ты спас сразу двоих, и меня, и ребёнка. Рад, что такой ценой. Всего этого не изменить, но будущее изменить можно. Ты только живи. Сейчас тебя вводят специальные лекарства, ты не можешь проснуться, но когда опасность уйдёт, тебя разбудят. Я буду рядом, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебе помочь. Очень интересно. Деточка, что ж вы, без разрешения пробрались в палату, как партизан. А ну-ка, уберите руку. Отпустите. А теперь снова возьмите. Так, хорошо. На сегодня хватит. И давайте договоримся без самодеятельности. Друзья, в эту палату без разрешения входить нельзя. Я поняла. Вы простите, я хотела просто спросить, насколько тяжёлое состояние. Деточка моя, только родственникам. Ну, хорошо. Пока могу сказать только одно. Состояние Михайлово стабильное. Спасибо. Очень интересно, молодой человек. Значит, вы ко всем равнодушны, а с Верочкой своей общаетесь. Да. Привет. Привет. Сколько лет, сколько зим. Таксуешь? С ума сошла. Кто на такой ласточке таксует? Тот, кому на ласточку дали, но любовниц нет. Ты смотри. Сто лет прошло, а ты всё такая же приятная девушка. Постарела, правда, малость. Смотри, ты тоже в форме. Всё такой же галантный, кавалер. Ты чего не зашёл к тете Люзи соболезнования не выразить? Чего тебе надо? Посмотреть на тебя приехала. Смотрела? Посмотрела. Теперь пойду в местную газетёнку. Расскажу, как у нас. Мэрский зятёк к любовницу свою угробил беременную. Ты фонарила, что ли? Ммм, ты прав. Для нашей деревни не новость. В столичном пойду. Иронка! Видела бы ты своё лицо. Тебе в кино снимать надо. Такой придурок. Сама ты придурок. И шутки у тебя дебильные. Ладно тебе, земляк. Пойдём прогуляемся. Не скучай, я быстро. Обещаю, что босс в так шутить не буду. Знаешь что, давай-ка своими словами. Владимир Александрович, если вкратце, ничего интересного нету. Вера Другова выросла в детдоме. Угу. Потом окончил пединститут у себя в Нефтьюганске. Сейчас он работает учителем русского языка и литературы. Вот и всё. Ну, понятно. Сирота, бюджетница. Да, нищета полная. Но здесь ещё один нюанс есть. Она беременная. От вашего сына. Я думал, что вы в курсе. Я удивился, почему вы меня не предупредили об этом. Да я вообще ни сном, ни духом. Ты… Ну, я бы сказал. Да, ну… Она… Подожди, она точно беременная? Все материалы здесь. Полистайте. Состояния уже её вполне. Для ребёнка угрозы нет. Спасибо. Спасибо. Игорь, спасибо. Так. Знаешь, что, тогда вот ещё одна просьба. Я вас слушаю. Покопай там детдом. Кто родители, окружение ближайшее. Хорошо, Владимир Александрович. Мы тогда на связи? Да, да. Спасибо. Вот и… Помнишь, как мы сбегали из школы, в магазине за углом покупали газировку? Газировку, точно. Спасибо. Ну, как Москва, рассказывай. Олигарха нашла себе уже? Чё сразу олигарх-то? Олигархи старые. Я люблю помоложе. Вот юные сыны олигархов. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас уловил тоненькую ниточку сарказма. Это же камень в мой огород промахнулась. Слушай, да, я женился по расчёту, но в браке абсолютно счастлив. Ну, а я вот свободна. Сама себя обеспечиваю. Делаю, что вздумается, ни перед кем не отчитываюсь. И засыпаешь одна, и никто перед сном не приголодится. Послушай, быть свободной – это не значит быть одинокой. Значит, жизнь удалась? Каждый из нас получил то, чего хотел. Мечты сбылись. Слушай, ты бы подкинул денежку у тебя от Люди. Скоро хороним, сам понимаешь. Тебя, конечно, никто не заставляет, но прояви щедрость. Или какие у тебя там хорошие качества. Как раз умирался. Ну, ладно. Будут бабки. Заглядывай в Москву, покутим. Мне на вокзал пора. Прости, а не подкину. Увидят, заругают. Чао, Ромка. Собираемся? Угу. А ты, случайно, грибочки не положила? Нет. Ну, правильно. Беременным нельзя. Каким беременным? Ну, Вера уже беременна. От нашего сына. От Мишки. А ты не знала? Нет. Ну, я просто подумал, вы с Мишкой-то как-то более тесно общаетесь. Может, ты все-таки знала? Я не знала. Володя, я бы, конечно, сказала. Господи, как радость. Как снег на округу. Ну, ладно, раз уж так случилось, давай-ка будем за ней присматривать. Да что с тобой такое? Я тебя не узнаю. Ну, в смысле, я обязан просто сомневаться. Потому что, мало ли, не дай бог, Мишка инвалидом-то станет, так она может его и бросить. То есть, если, не дай бог, с тобой что-то случилось, я бы тебя бросила? Не, ну, зачем ты сравниваешь? Ты совсем другое дело. Ты моя. А она Мишина. Володя, ну, что за паранойя тебя накрывает? Это наш сын ее выбрал. Она хорошая девочка. Наш сын, понимаешь? Значит, она просто не может быть плохой. Да, да. Но, если вдруг она уйдет, то ребенка мы оставим себе. Это я решу. Тебе что в лоб, что по лбу? Пойдем, он скорее в больницу. Решальщик. Я спокойно. Так, сумку я возьму. Держи. Вадим Юрьевич заметил, что с тех пор, как я разошла в палату, у Михаила наблюдается интересный эффект. Я вообще не понимаю, как его состояние может зависеть от присутствия или отсутствия ее. Так вот, по любопытнейшим образом. Глубиной седации мы, конечно, регулярно убиты гвентозно и… Прости. Здесь никаких неожиданностей быть не должно. Но, тем не менее, когда Вера приходит или когда есть тактильные какие-то касания, то ритм сердца у Михаила увеличивается, появляется тахикардия. У Миши начались проблемы с сердцем? Да нет, нет. С сердцем все в порядке. Просто он, по-особенному, реагирует на Веру, как ни на кого другого. Ну, правильно, Вера же. Его невеста, и он ее любит. Ну, а то, что он так реагирует, это хорошо и… Ну, конечно. Конечно. Это мотивирует его к жизни. Я сказал бы даже, он в буквальном смысле слова живует. А как Вера себя чувствует? Вы знаете, она еще слаба, но… Сейчас, извините. Ну, в принципе, уже лучше. Ну, что? А можно к ней? Конечно. Если она не спит. Я пойду? Да. Так, а на беременность это не влияет? Да нет, нет. Беременность протекает, без патологии, с ребенком все в порядке. А чего ты дома? Я думал, ты на йоге. А я думала, ты на работе. А ты с какой-то бабой гуляешь. Кто тебе сказал? А какая разница? У вас это неправда. Хочешь сказать, что ты не был на проспекте? Наглая ты морда. Ну, допустим, на проспекте я был. Встретился с Иркой. Это та, что за тобой еще со школы бегает? Да не бегала она за мной со школы. Перестань. С ней ты тоже спала? Пожалуйста, перестань. Значит, спала. Да мы просто с ней встретились. Просто поговорили. Ты чего? Ну, зачем? Ненавижу. Ирка сто лет уже живет в Москве. Приехала на пару дней. Все, уже уехала. К тебе бабы уже из Москвы приезжают? Ты что, объявление повесил? Она привезла документы для похорон Саши. Да, да ну что ты… Верочка, здравствуй. Я Ольга, мама, Миша. Хорошо, что с тобой все в порядке. Мы с Володей просто плакали от счастья, когда узнали. Ты молчи, молчи, не напрягайся. Я тебе поесть принесла. Там все самое полезное, свежее, сплошные витамины. Мы знаем с Володей, что ты ждешь ребенка. Верочка, я тебя прошу. Ты береги себя и малыша. Если с Мишенькой что-то случится… Я должна объяснить. Пожалуйста, не напрягайся. Я разговаривала с Дмитрием Михайловичем. Он сказал, что тебя нельзя волновать. А еще он сказал, что ты положительно влияешь на Мишу. Ты ведь его спасешь. Ты вернешь Мишеньку к жизни. Пожалуйста, только не говори, что ты не сможешь. У тебя все получится. Я уверена. Пожалуйста. Верочка, я тебя очень прошу. Обещаешь, ты извини меня, что я так вырвалась. Я сейчас уйду. А ты лежи, отдыхай. Мы потом с тобой обо всем, обо всем поговорим. Только спаси нашего мальчика. Я пойду, Верочка. А ты лежи, отдыхай. Береги себя. Добирайся сил и ешь, пожалуйста, витамины. Хорошо? Не подходи ко мне. Зай, скажи, что мне сделать, что ты успокоилась? Ром, ты издеваешься? Нет. Зачем я вообще за тебя вышла? Ну, ты хотела, чтобы я о тебе заботился. Ром, я устала от их похождений. Вот я решусь и разведусь с тобой. Зачем? Я тебя люблю. Ты меня очень сильно любишь. Зачем? Я тебя предупреждаю. Я разведусь. Знаешь, это все подружки твои стервы. Они про меня гадостей выдумывают, потом звонят тебе, рассказывают, а ты ведешься на это. А они просто хотят нас поссорить. И зачем им это? Потому что завидуют тебя. Ты молодая, красивая, талантливая. У тебя есть муж, который тебя обожает. И им до тебя, как до луны. Подружка, как и у тебя Катя. Ну, такая пришибленная. Короче, не помню. Она в прошлом году на корпоративе так напилась, что приставала ко мне. Еле отбился. Что? Прикинь. А почему ты мне не сказал? Потому что я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты переживала или нервничала. Ну, что там? Твои подружки, они не успокоятся, пока нас не рассорят. Лучше дрянь, а. Ты что делаешь? Званю ей. Да зачем, малышка? Ну, перестань. Они же и мизинчик твоего не стоят. Ну, ну, ну. Отстань. Отстань. И что? Ну, ты нужен, ты на столе. Все, 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 все. Ты можешь все-таки купить какие-то новейшие препараты, ну, я не знаю, доставим из Израиля или из самого Тимбуктуру. Ну, только скажите в течение суток. Спасибо. Спасибо. Вы нас обеспечили самыми лучшими препаратами. Просто терпение. И все-таки надежда на веру. Любовь – великая целительная сила. Любовь ли это? Будем надеяться. Какая она хорошая, скромная девочка. Вот ты не верил, что она ради Миши готова на все, а она согласилась ему помочь. Да не верю я, Оля, в эту месть. Знаешь, я думаю, надо просто найти специалистов лучших в мире по таким травмам и привезти сюда. Может, даже ни одного консилиума устроить. Одна другому не помешает, Володь. Пусть все подключатся, чтобы вернуть нашего мальчика. Веру мы должны беречь, как самое дорогое. Она Мишиного ребенка носит. И он только на нее реагирует. Только на нее. Ну, не плачь, мать, не плачь. Прорвемся. Миш, а я с твоей мамой познакомилась. Она у тебя такая хорошая. Поправляйся скорее, они тебя ждут все здесь. Уже и по Москве хочется погулять. Погода какая хорошая. Чтоб ты смеялся. Реагирует. Верочка, у нас сегодня достаточно, а то перегрузим его, не дай бог. Я помогла, да? Да, он слышит вас, я в этом уверен. Давайте его оставим в покое пока, чтобы он отдохнул. Вадим Юрьевич, у меня к вам просьба будет. Мне нужен телефон позвонить. Ольга Нитяновна. Алло, я слушаю. Алло, тетенька Люсенька, привет. Кто это? Ты плохо слышишь, что ли? Это я, Саша. Батюшки, что же это делаете такое, а? Тетя Люсь, ты прости, я просто, я не могла раньше позвонить. Я в аварию попала. Я сейчас в больнице в Подмосковье. Ну, все хорошо, я цела. Сашенька, Саша, Саша, а как же это? Телефон подними, я тебя не вижу. Сашенька. Сашенька. Вот. Смотри, видишь, не царапинки. Да что же это? Мне же сказали, что ты погибла, Саш. Сашенька. А как же это, я не пойму. Ты чего рыдаешь-то? Ты с Сахар скаканет. Ну, чего происходит-то? Ира же. Ира на опознании была. Сказали, что ты погибла. Саша, она же справку от твоей смерти привезла. Боже, Вера. Я надеялась. Господи, Сашенька. Саша. А как же Миша-то теперь? Ее уж это убьет. Алло. Ир, привет. Ты только не падай. Это Саша Кораблева. Меня с погибшей девушкой перепутали. Я жива. Что это за шутки? Ты голос мой не узнаешь? Я тете Люсе звонила, она тоже не поверила. Ты видео включи и увидишь. Офигеть, Сашка! Кораблева! Там тете Люде удар не хватил? Ну, почти. Слушай, я в Подмосковье, в больнице, в село Петровское. Ты сможешь завтра приехать? Конечно, я завтра утром сразу же приеду. Ты можешь мне каких-нибудь шмоток захватить? Я вот в больничном, у меня вообще ничего нет. И телефон какой-нибудь недорогой. Я тебе деньги верну. Конечно, милая. Конечно, все привезу. А как так получилось? Кто еще знает? Ир, давай при встрече, ладно? Просто телефон не мой, неудобно. Я тебе сейчас смс-ка адрес скину. Я тебя жду завтра. Спасибо. До завтра. Ой, спасибо. Это радостная новость. Спасибо. Представляешь, Веру выписывают из больницы. Ее можно забрать. Будет жить у нас. Ты уверен? Практически чужой человек в доме. Я считала, что мы закрыли этот вопрос. Вера беременна. Наш сын ее любит. А значит, и мы ее с тобой любим. И должны беречь, как зеницу ока. Я не против. Все сделаем. Да, еще я тебя попрошу. Будь с ней гостеприимнее. Угу. И веди себя с ней прилично, хорошо? Хватит этих твоих проверок. Я услышал. Целую. Я столкновение само помню. И я помню, как Миша на руки меня взял. Дым помню. Огонь помню. Больше ничего не помню. А парень, где-то Мишка? В реанимации. У него тяжелая черепно-мозговая и медикаментозный коми. У меня нет подробностей, я карту не видела. Ну, я могу ему помочь. Я должна, с учетом того, что он меня спас. А потом уже я Вере обещала. Чего? Когда? Она ко мне во сне приходила. О, подруга, это у тебя последствия травмы. Да нет, у меня все нормально. Меня вообще бы выписывать сегодня хотели. Да? Интересно, под каким же именем, если я лично твою справку о смерти забирала? Ой. Угу. Говорю же, головушка плохо у тебя еще соображает. А что делать-то? Погуляем, подумаем. Я потом к зав. отделением зайду. Спасибо тебе. Слушай, этот парень Миша, ты вообще хоть что-то про него знаешь? Ну, фамилию. А, фамилию знаю Самойлов. Ты в соцсетях хочешь посмотреть? Угу. Самойлов. А ты папу его видела? Маму только. Да, вот, вот Миша сам. Обалдеть! Папа твоего Миши нефтяной магнат. Владимир Александрович, есть новая информация. Когда он в удобном, чтобы я подъехал? Понял. Буду. Это такие деньги! Ты представляешь, они входят в список самых богатых людей России. А по ним вообще не скажешь. Мама такая простая. А Миша, ты знаешь, какой он добрый? Я бы вообще не подумала. Сашка, ты должна о нем позаботиться. Слушай, его, наверное, в какую-то крутую больницу перевину. Нет, я не думала. Он же в коме. Опасно транспортировать. Угу. Да. И ты должна остаться рядом с ним. Ухаживать, заботиться, возиться. Ну, тебе делать все равно больше нечего? Ну да, домой у меня все равно обратного пути нет. Да. Да. И врач говорит, что я его главная надежда на выздоровление. Вот и оставайся пока Верой. У? Сашка. Ну, а почему Верой? В смысле, почему? Так ты же сказал, что мы пойдем к зав. отделениям, мы разберемся с документами. Ты дурочка, что ли? Если ты не Вера, кто тебя к Нише подпустит? А какая разница, кто я? Он реагирует на меня. Слушай, ты уже соврала. Я никому не врала. Да кто разбираться будет? Ты сказала неправду. Ты знаешь, сколько аферистов пытаются влезть в эти круги, где вращаются с Самойловым? Ир, я не аферистка никакая. Я никого не обманывала. Это все само собой произошло. Вообще, я маму Мишину пожалела. Послушай, ты должна поставить его на ноги. И будет тебе и честь, и хвала. И знаешь что? Самойлову тебе денег еще заплатят за спасение сына. От чистого сердца. Для них это будет просто копейки. Ты о себе подумай. Ты что, в декрете хочешь на тете Людин пенсию жить? Ну, подумай о ребенке. Я был в детдоме, где у Рославера. Так. Девочка там помнит. Мать-одиночка умерла при родах. У девочки выявлен отрицательный резус-фактор крови. Это единственная информация, которую мне удалось найти. У-у-у. А человеческими словами? А человеческими словами? При таком раскладе не рекомендуется беременеть и рожать от партнера с положительным резвым. А у вашего сына именно такой. Так не рекомендуют или совсем нельзя? Владимир Александрович, поговорите лучше с врачом. Я вам все-таки не медик. Ну, извини, Игорь. Я просто весь на нервах. Я продолжаю работу? Да, конечно. И обо всем незамедлительном не докладывай. До свидания. Да. Да-да. Здравствуйте. Я подруга Веры Друговой. Вы, наверное, знаете, что она сирота, и я самый близкий ей человек с детства. И еще и врач. Ну, что ж, добрый день. А как вас? Ирина. А, Ирина. Ну, вы знаете, Вера у нас молодец. Идет на поправку, готовится к выписке. Так что не стоит волноваться. Да, это все чудесно. Но Миша верен в жених. Он же в реанимации, да? Да. И я хотела посмотреть его карту, чтобы понять, что и как. Боюсь, здесь я вам помочь ничем не смогу. Вы же не его родственница. Вот, а вы как врач знаете про Элла. Да, но мы с вами как коллеги могли бы обойти эти формальности. И ради общего дела, разумеется. У нас с вами общих дел нет, коллега. Так что простите, а теперь я тороплюсь. Спасибо, что посетили. Спасибо. До встречи. Верочка, здравствуй. Ой, здравствуйте. А что ты читаешь? А вот, травматология, взгляд в будущее. Кто-то из персонала стопку журналов положил. Я взяла. Мне сейчас это близко. Как трогательно, что ты все время думаешь о Мише. А у меня хорошая новость. Врач сказал, что тебя можно выписать. Так что собирайся, переезжаешь к нам. Ой. Как-то я не готова. Нет, нет. Ну, никаких не готова. Мы уже с Володей все решили. Так будет лучше и для тебя, и для Миши. Да? Ты же мне обещала помогать с вами Мишей, ты помнишь? Да. Ну, вот. Я вот тебе вот эту одежду привезла. Одевайся. Мне кажется, с размером я угадала. Вы что, такие дорогие вещи. Не стесняйся. Миша бы одобрил такой подарок. Вы знаете, я думала здесь где-то поблизости устроиться. Ну, чтобы от Миши недалеко. Об этом вообще не волнуйся. У тебя будет машина и свой водитель. Так что в любой момент привезет и отвезет. Может быть, все-таки лучше койко-место оплатить? Верочка, я же говорила уже с Дмитрием Михайловичем. Он сказал, что достаточно тебе видеться с Мишей один раз в день. Он же врач, он же лучше знает. Давай, собирайся. Тебе нужен покой, здоровая еда, свежий воздух. Ой. Здрасте. Здравствуйте. А я Ирина. А вы, наверное, Ольга. Варвар Арманович. Варвар Арманович. Здравствуйте. На три минуты опоздал. Робочка образовалась. Робочка. За полчаса должен был прийти и ждать. Понятно? Теперь к делу. Ты, Рома, знаешь, что выбор Наташкину мне никогда не нравился. Не такого мужа я представлял для своей дочери. Не такого. Считай, тебе повезло, что дочь за тебя так держится. Я б тебя сразу в утилю отправил. Три года я тебе ребенка заделать не можешь. Да ты что? Ты анализы сдал? Я сдал их. Я вообще как стеклышко. Ну, в смысле, у меня все в порядке. Ты что, хочешь сказать, что у Наташи что-то? Нет. У Наташи все с анализами очень хорошо. Все очень хорошо. Да. Настолько хорошо, что три года без детей. Вот у него крышу и сносит. Ей рожать надо. Я работаю над этим. Работаю. Я правда очень стараюсь. Да, я вижу, как ты стараешься. Смотри у меня, Рома. Если ты надеешься, что внуки обеспечат тебе безоблачное будущее, то ты идиот. Если вздумаешь от Наташки гулять, или она будет тобой недовольна, я тебя просто вышвырну. И не надейся. Что в случае развода ты хоть копейку получишь. Все на внуков оформлю. А прав родительских я тебе сразу лишу. И пойдешь, что Рома померу, если что. Все понял? Свободен. До свидания, Барвара Мальчиш. Я врач. Работала в реанимации, в травматологии. Меня Вера пригласила, чтобы я проконсультировала по Мише. Я как раз с такими случаями много работала. Только мне карту не дают. Говорят, не родственник. Вы настырная. Не с фланга так стыла. Просто родители Миши хотят услышать еще одно мнение. Ну что ж, конечно, конечно. Только вы знаете, я объяснять вам ничего не буду. Мне некогда. Спасибо, я справлюсь читать обычным. Да, у вас есть только 30 секунд. Знаете, я тогда, пожалуй, отфотографирую. И дома все посмотрю. Ну, чтобы вас не задерживать. Поторопитесь, у меня обход. Бегу-бегу. Вот и все. Спасибо. Я посмотрела историю болезней, лист назначений. В общем, все грамотно. Да, но мне кажется, вы чем-то недовольны. Ну, понимаете, в этой теме очень много нового. Открытий, методик. И они работают. Ну, пока их введут в расписание схему лечения, пройдут годы. Бюрократия, сами понимаете. Ну, то лечение, которое сейчас назначено, оно работает? Да, конечно, работает. Просто это как идти пешком или ехать на машине. До цели доберутся все. Просто вопрос скорости и комфорта. И что же нам делать? Я могу составить для вас план лечения. Нет, разумеется, не на замену, а в качестве дополнения к уже имеющемуся. Ой, спасибо вам большое. Мы вам будем очень признательны. И, конечно, оплатим вам план лечения и все, что полагается. Вам спасибо. Разумеется, после проделанной работы. А, кстати, чем вы занимаетесь сегодня? Мы с Верочкой хотели пообедать вместе у нас. Может быть, присоединитесь? А Ирина говорила, что у нее работа ведь. Благодарю. Я совершенно свободна, да. Ну, отлично тогда. Поедем? Зай, я вернулся, как и обещал, очень скоро. В вазу поставь. Это не все. У меня есть еще сюрприз для тебя. Твои любимые. Ну, а что же мне ты за свою веньку суешь? Папе звонила? Нет. Пожалела тебя. Хорошо. Хочешь, в кино сходим? И в ресторан. Как скажешь, моя королева. Пусть все видят, что у нас все хорошо. Угу. И знаешь, что я подумала? Сходи-ка ты к этой тетке-покойнице. К Людмиле Георгиевне. Угу. Зачем? Обалдеть! Обалдеть! Какой красивый дом, а! Какой красивый сад! Как в сказку попало, честное слово! Спасибо, Ирочка. А вы знаете, что любой дом всегда отражает хозяйку? Я представляю, сколько вы труда и любви вложили, чтобы все это продумать! Твои меня смущаете, Ирочка. Просто мой дом – это моя основная работа и мое хобби, и любовь. Как вы правильно сказали. А с любовью все легко делается. Да, да, вы правы. О, какие красивые туи! Это же туи! Вот в этом дворе Миша учился на велосипеде кататься. Когда маленький был. Мы его на улицу не отпускали, Володя очень волновался. И он вот здесь кругами, кругами. Я не представляю его маленьким. А я вам сейчас альбом покажу. Он в детстве был так на Володе похож. Просто одно лицо не отличишь. Слушайте, а у вас, наверное, еще и бассейн есть? У вас открыто? Я не возьму. Я… Я не могу иначе поступить. Это… Это мой долг. Ты мне ничего не должен. Людмила Георгиевна, это… Все, чем я сейчас могу помочь. Раньше надо было помогать. Я в раю! Я в раю! Сашка, как же тут круто, а! Какая красота, а! Кораблева! Че, му, че, му? Ты вообще меня не слышишь? Ты посмотри вокруг! Ты можешь тут жить. Ты должна тут жить. Я к тебе в гости приходить буду. Такие шмотки на тебя надели. Нет, с виду, конечно, простенько, но ты знаешь, сколько это стоит? Мне в моей занюханной бюджетной поликлинике надо полгода горбатиться. Расскажи, пожалуйста, а ты точно все отфотографировала? Ничего не пропустила? Может быть, какие-то анализы не вклеенные в карту? Какая же ты скучная, Сашка. Все, все я отфотографировала. Даже обидно, что Вера ты, а не я. Ты же даже не в состоянии оценить все это. Вера, ты чему завидуешь? У них единственный сын в коме лежит. И непонятно, выйдет он оттуда или нет. И как восстанавливаться будет. Только ждешь и ждешь. Одни мучения. Неужели хочется на их месте быть? Так, ладно, ладно. Не надо читать морали. Ты уже придумала, как его из комы выводить? Думаю. Думай, думай. Потому что это ты у нас собиралась в ординатуру на врача-реаниматолога, пока к тетке не уехала. А я-то что? Простой педиатр. Могу твоего Мишу лечить, как ребенка. Как очень богатого ребенка. Температура повышается, Вадим Юрьевич. На жаропонижающие не реагируют. Михаил Вадимович, ну мы же с вами так не договаривались. Рентгенографию органов грудной клетки сюда. Кровь и мочу в лабораторию. Объем инфузии и антибактериальную терапию пока не увеличиваем. Дождемся результатов анализов. Эх, Миша, Миша. Владимир Александрович, у вас такой великолепный дом, а? А картины-то подлинненькие? Да. Великолепно. А вы что, интересуетесь искусством? Ну, не так, чтобы очень, но люблю. Я в музеи хожу, на выставки, на премьеры. Вера, а вы как познакомились с Мишей? Случайно. Он ко мне подошел на улице, предложил сумку тяжелую донести. Тимуровец. Володя. Да. Так вы в школе работаете? Угу. А что преподаете? Биологию. Да, странно. А Миша говорил русский язык и литературу. Так у нас городок-то маленький, педагогов хороших мало. Вот наша Верочка и выходит на замену. Постоянно. А вот просто ради интереса. Алло. Да, Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, Вера у нас. Ах, хорошо. Спасибо. Миша, плохо. Вадим Юрьевич просит вас, Верочка, срочно приехать. Так, едем. Так, сейчас, я по поводу водителя. Чего вы не могли мне раньше сообщить, а? Идите. Дмитрий Михайлович, что случилось? У Михаила поднялась температура, никак не можем ее сбить. Осталась одна надежда на Веру. Вадим Юрьевич считает, что нужно Веру пригласить. Это что, извините, экспериментальный подход? По медицинской части мы все сделали. Ну, что тогда, пойдемте. Давайте дадим ей побыть вдвоем. Миша, ну, нельзя же так нагреваться, ну? Перепугала нас всех. Посмотри, какая я холодная по сравнению с тобой. Снегурочка. Вот и буду сидеть с тобой, пока не растаю. Ты знаешь, ко мне Вера приходила. Просила позаботиться о тебе. Сказала, что все уладится. Может, она и к тебе приходила? Нет, Миша, ты здесь еще нужен. Я понимаю, что нельзя уговорить человека жить, если он не хочет. Уж тем более заставить. Я не понимаю, как мне выполнить Верину просьбу. Я просто буду рядом. Жизнь бесценна, Миша. И она больше боли. Давай мы с тобой не струсим и эту боль переживем. Чудо дела твоей, господи. Митрий Михайлович, состояние стабилизировалось, но Вадим Юрьевич считает, что я уверен, лучше остаться здесь сегодня на ночь. Мало ли что. Ну, конечно, мы все оплатим. Да. Ну, хорошо. Будем надеяться. До завтра. До свидания. Миша, ты знаешь, я подумала, я, наверное, дальше без тебя справлюсь. Спасибо большое. Миша, я просто не хочу тебя больше напрягать. Я же понимаю, у тебя и своя жизнь, и работа, и… Сашка, ну ты чего? Какой напряг? Я же понимаю, в каком ты положении оказалась. Мне не сложно. Скорее бы все закончилось. Миша, ты устала. У тебя посттравматическое состояние, плюс беременность. Я тебя не брошу. Спасибо тебе. Ты настоящий друг. Теперь я хочу массаж ног. Я тоже. Да. Значит, сначала мне сделаешь, а потом себе. Да. Привет, Ромка. Да. Это Ира Липцова. Слушай, присядь, Голованов. Есть хорошая возможность подзаработать. Мама, ну ты где? И тебе, и мне. Да стегни мне платье. Ром, Саша жива. Слышишь меня? Выслышал. Перезвоню. Вера! Нет! 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 Вера! 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 Ты кричала, у вас не плохой сон? Не помню. Я не помню. Девочка моя, выполняй рекомендации, начни посещать психолога. Хорошо. Миша как? Вернулся к норме, больше не повторялся. Я пойду схожу тогда к ним. Нет, нет, нет. Давай сначала позавтракаем. Мне здесь не хочется. Давайте потом. Девочка моя, послушай, твое присутствие Михаилу необходимо. Но в твоем положении находиться в больнице круглые сутки не полезно. И незачем, ты же не врач. Я даже люблю больницы. Мне нравится ощущение того, что здесь происходит что-то действительно важное. В этом смысле, мне кажется, у меня больница даже лечит. Странно, что ты стал учителем, а не врачом. Так учиться никогда не поздно. Может быть, еще стану реаниматологом. Милости просим, такие люди нам нужны. А теперь давай к очагу. Привет. А руки можно помыть? Пожалуйста. Говорила, что живешь в шоколаде. Я над этим работаю. Да. Слушай, а может ты мне про все остальное врала? А если и так? Самойловы. Эксклюзивные спонсоры твоей беременной Сашки. Самойловы? Списки самых богатейших людей России. Так, а почему здесь Саша? Сашу перепутали с невестой их единственного сына. Сын находится в коме, они думают, что она беременна от него и носится с ней, как курица с яйцом. Блин, ты бы видел, какой у них дом открохан. Ничего не понял. Саша считает, что она должна вытащить этого Мишу, их сына, из комы, потому что он ей жизнь спас. Самойловы готовы платить за это очень большие деньги, которые мы с тобой распилим. Распилим. Каким образом? Можно? Да. Я только что была с Мишей и... Пожалуйста, скажите, он долго еще будет в коме? Я понимаю твое желание поскорее его обнять, но поверь мне, торопиться тут нельзя. Садись. Спасибо. А что, что-то до сих пор угрожает его жизни? Да, будем надеяться, что все в порядке, но травма же была очень серьезная. Просто, если я правильно понимаю, чем дольше человек находится в коме, тем сложнее ему потом восстанавливаться, верно? Ну, во-первых, выход из комы еще окончательно не решен. А во-вторых, откуда у тебя такие сведения? Ирина рассказала. А почему Ирина обсуждает с тобой чисто профессиональные вещи? Еще в таком ракурсе это как-то даже пугает. Ирина не хотела ничего со мной обсуждать, я ее упросила. Да подожди, что значит упросила? Это просто даже не этично. Вообще, прежде чем задавать этот вопрос Ирине, я прочла вашу статью. Восстановление после медикаментозной комы, после инсульта и травмы головного мозга. Вы там писали, что… Подожди, а откуда ты могла прочесть мою статью? В отделении очень много разных медицинских журналов. В каком-то прочитала, не помню в каком. Дорогая, по отделению валяются журналы годичной давности. Эта статья вышла не более трех месяцев назад, причем ограниченным тиражом. В отделении нет журнала с этой статьей. Мне нужно вам кое-что рассказать. Я слушаю. Я оказалась в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, это понятно. Вера, ну, поэтому тебе самой нужна реабилитация. Начнем с того, что я не Вера. Ты здесь для бурного воссоединения с любимой. Ты должен ее убедить, что для вашего совместного будущего, для вашего ребенка, вам нужны деньги. Тогда она будет ухаживать за Мишей, Самойлову будут платить бабки, которые достанутся нам с тобой. А если не получится? Мне для начала надо избавиться от жены, там, от тести. Так, давай начнем сначала. Откуда я вообще узнал, что Саша жива? От тебя. Нет, ты не мог узнать от меня. Мы с ней вообще-то подруги. Она сбежала от тебя ко мне. Какая? Коварная прям. Ну, и откуда в итоге? Ну, блин, ну, Ром, ну, прояви фантазию. По телевизору увидел, на носилках на заднем фоне мелькнуло. Сердце твое тебе подсказало. Как ты вот лихо все вот, прям, закрути, могешь. Ты в деле? В момент столкновения Вера была в начале автобуса. Мы с Мишей на заднем сиденье, и я была в веренной куртке. В куртке верены документы. А ты кто? Александра Кораблева. Александра Кораблева. Я понимаю вашу реакцию. Вы можете найти всю информацию обо мне в интернете. Какую информацию я должен посмотреть? Я врач. Я училась в Екатеринбурге. Я закончила Уральский медицинский университет. Я специализировалась у академика Макарова. Академик Макаров мой товарищ. Я могу ему и позвонить. Позвоните, пожалуйста. Он вам подтвердит. Алло. Алло. Валерий Романович, приветствую. Малков тебя беспокоит. Да, не отвлекаешь? Скажи, пожалуйста, а у тебя училась такая студентка Александра… Кораблева. Училась, да. А и что? Хорошо. Отлично закончил. Да потом объясню. Угу. Созвонимся. Так, а как же это все получилось? Володь, я поеду в больницу. Не могу сидеть домой. Валень, нам остается только ждать. Вот. Володь, ну зачем? Ты опять? Ну, ты же видишь, как Мишке повезло. Сядь. Пожалуйста. Да, Вера хороший человек, но… Валень, есть обстоятельства. Есть риск, что Вера не сможет выносить ребенка. Почитай. Потом Ольга Алексеевна ко мне вбежала в палату в слезах. Верочка, Верочка, Миша, нужна твоя помощь. Вы понимаете, я была дезориентирована. Да я тебя понимаю. Проще всего было оказаться Верой в этой, в этой ситуации. Я на тот момент понимала только одно. Миша меня спас, и я ему нужна. Какое-то, ну, какое-то удивительное совпадение. Раз уж так получилось, я все равно должна помогать Мише. Не важно, Вера я или Саша. Давай, знаешь, этот вопрос все-таки будем как-то решать. Нет, Дмитрий Михайлович, я прошу вас, пожалуйста. Миша, когда очнется, все само собой разрешится. Пожалуйста, я нужна ему. Мне самой ужасно от того, что мне приходится обманывать. Совсем не просто врать таким замечательным людям, как Мишина родители. Вы должны меня понять. Все, я готова. Ты, кстати, телефон забыл. Ух ты ж… Трусишь? Я на работе, Наташа. Я звонила тебе на работу, и твоя секретарша сказала, что ты в Москве, в командировке. Ну, все правильно сказали, я в Москве. А мне почему ты не сказал про командировку? Заткнись! Ты понимаешь, ты позоришь меня перед очень серьезными людьми. И меня, и своего отца. Все, короче, потом поговорим. Очень смешно. Матя! Ты уже нашел врачей? Завтра мне принесут отчет. Надо понять, как будет лучше для Веры. Или оставаться дома, или пока она там с Мишей может быть обследоваться в этой же больнице? Сейчас поедем в больницу, я поговорю там с Дмитой Михайловичем. Поедешь со мной? Я же сказал, поедем. Блин, какая тачка классная, а? Руль прям сам крутится. Подарок заботливого тестя. Ну, что ты загрустил? У тебя же счастливая семейная жизнь. Ты же так удачно женихся. Ты достал, отходим! Ромочка, ты это рано права начал качать. Они сейчас вон с папенькой споются до этого, ну что? Да я сто раз уже думал сбежать. Тебе бежать пока некуда. В том-то и дело. Как представлю себе счастливое возвращение глудного сына к матери в Хрущевку, аж повеситься хочется. Так. Собрал волю в кулак, выдохнул и пошел. Вы знаете, состояние вашего Михаила улучшилось настолько, что я считаю возможным и целесообразным вывести его из комы. Вот видишь, все хорошо. Ну что ж, мы вам доверяем. Раз вы считаете, что пора, значит пора. А вдруг ему станет хуже? Ну, опасность отека головного мозга миновала. Мое мнение, что держать его в коме бессмысленно. Могут возникнуть побочные эффекты, это ослажнит реабилитацию. А если все-таки что-то пойдет не так? Ну, у нас есть возможность снова ввести его в ком. Ален, надо пробовать. Мишка очнется, увидит тебя наконец-то. Ну? Все. Здравствуйте. Ну что ж, завтра будем выводить его из комы. Я тогда пойду к Михаилу. Да, я сейчас к вам подойду. У меня к вам все. У меня к вам. Очень серьезный вопрос. Выкладывай, что случилось. Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу. И победив ликование, сделалась серьезно внимательной. И только в ее глазах блестела еще новая жизнь. «Ты странный», сказала она. «Решительно ничего. Я собирала орехи». ТЕЛЬЕЙ ЗВОНОК ТЕЛЬЕЙ ЗВОНОК Алло. Алло, Саша? Саша, это ты? Алло. Тебе чего надо? Ты жива? Скажи мне, как ребенок, все в порядке? Зря волновался. Не звони мне больше. Я умерла. Саш, Санечка, скажи, пожалуйста, в какой ты палате? И на каком этаже? Я поднимусь сейчас. Нет. Ни в какой палате. Ты в больнице? Я перед больницей. Стой, где стоишь. Я сейчас спущусь сама. Вы знаете, я не буду с вами обсуждать здоровье Веры. Это врачебно неэтично. Вы не ее родственник. Она носит нашего с Олей внука. У нас в больнице очень хороший центр акушерства и гинекологии. Там специалисты высокого уровня. Мы решим все проблемы. Ну, я понял. Вы знаете, я собрал информацию по всему миру о ведущих специалистах в этой области. Мы, конечно, не можем Веру отправить туда. Она единственная спасительная соломинка для Мишки. Поэтому я вас очень прошу. Проведите, пожалуйста, все обследования. Сделайте заключение. И мы разошлем это заключение. Этим светилом. А уж с оборудованием, со всеми новейшими медикаментами я помогу. Не сомневайтесь. Ну, что ж, это ваше право. Верочка, здравствуй. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Как ты? Все хорошо. Как Миша? И Миша хорошо. А мы вот с Володей приехали. Он сейчас в кабинете у Дмитрия Михайловича. Ага. А мы там книжку читали. Алла Парусанова. Вы почитаете? Да, конечно. А ты куда? Я здесь рядом. Я сейчас вернусь скоро. Простите, пожалуйста. Ну, добеги. Саша. Саша. Рома, ну-ка перестань. Хватит. Хватит. Прости. 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 У меня сейчас сердце выскочет. Послушай. Чувствуешь? Перестань, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Кто тебе дал мой номер? Это никто не давал. Я сам взял. Как? Да, во-первых, я до конца не верил, что ты погибла. А потом в новостях я увидел, как тебя на носилках переносят, и я сразу уже поехал к Людмиле Георгиевне, и я прям почувствовал. Вот знаешь, есть ощущение. Я прям почувствовал. Она темнит. Все дальше. Дел техники. Здравствуй, родной мой. Мы с папой приехали. У нас хорошая новость. Ты скоро проснешься. Папа там задержался, а я пока почитаю тебе. Вера сказала, вы тут книжки читаете. Залежался ты тут. Дел куча. Свадьбу надо планировать. А ты, понимаешь, матрасы улешь. А где невеста-то наша? Она вышла, скоро придет. Смотри, они тут книжки читают. Аллы паруса. Книжки – это хорошо. Так и до спорта докатимся, да, боец? Я очень виноват перед тобой. Ты извиниться приехал. Я извиняю. До свидания. Ты злишься? Ты правильно делаешь. Злись. Ты имеешь право на это полное. Потому что, ну да, я струсил. Я растерялся. Я просто представил себе на секунду, что с тобой могут сделать мои… Родцы-цинички. И что же они могут со мной сделать? Да ну, мало ли что может сделать человек, наделенный властью, с простым обычным человеком. Я наивно полагала, что вместе мы обязательно бы что-нибудь придумали. Ну, Шуренок. Ну, ты же ни слова не сказала, даже ни эсэмэски не написала, ничего. Ты просто сбежала от меня и все. Малышка. Ну, как же так? Я знаю, что наговорил тебе ерунды и про аборт и все. Я знаю, я дурак. Ты понимаешь, только что у меня было все. Любимая женщина. Я узнал, что стану папой. И вдруг в одном мгновении у меня всего этого лишают. Я просто был раздавлен. Душа моя. Ну, я же почти похоронил тебя. Вместе с нашим ребеночком. Прости меня, пожалуйста. Ты меня прости. Ирина Митровна, готовим Самойлова. Утром выводим его из комы. Контрольные анализы в лабораторию. Хорошо, Дмитрий Михайлович. Привет. А я тебе вкусняшки принесла. Спасибо. А что там? Казинаки. Ну, садись. А ты что, такая счастливая? Рома приехал. Какой Рома? Твой Рома? Дай запить. Вред на беременном кофе. Ну, ладно. Я ничего не понимаю. А что он хочет? Он от жены ушел, чтоб со мной быть. Он же тебе предлагал аборт делать. Ну, предлагал. Ну, потому что это было так неожиданно, так внезапно. Действительно, какая неожиданность, что от секса бывают дети. Ты хочешь сказать, он меня обманывает? Да нет. А чего ему обманывать? У Ромы мозгов бы не хватило кого-то обманывать. Если бы он хотел просто приехать в Москву и перепихнуться с тобой, так и у него и там целый город желающих. Я не буду тебя слушать, он тебе всегда не нравился. Ирка, я люблю его. У нас будет общий ребенок. Я так счастлива. Надо было взять шампанского, чтобы выпить за твое женское счастье. Ой, Ирочка с Верочкой. Володь, ты иди, я тебя... Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я потом... Ко мне Ирина пришла. Заболтались, простите. Здравствуйте, Ирочка. Я Миша главу дочитала, так что ты погуляй. О, хорошо. Скажи, пожалуйста, я видела, ты с каким-то мужчиной разговала. Мне как-то показалось, какой-то у вас разговор был не очень хороший. Он тебя не обидел? Нет. Нет, нет, вы что, все хорошо. Это... просто мужчина, у него жена в родильном отделении, он так нервничает. Надо было с кем-то поговорить. Ясно. Ну, пусть тогда у них все хорошо разрешится. Ну да, я надеюсь. Ну, я пойду? Да. Ты придешь сегодня? Я сегодня здесь останусь. Ну, хорошо. Тогда до завтра? Да, до завтра. Да, до свидания. До свидания. До свидания, Ирина. До свидания. Чего она хотела? Она видела меня с Ромой. И что ты ей сказала? А что я могла сказать? Сказала, что посторонний мужик. Я надеюсь, вы не целовались там с посторонним мужиком? Может, был один раз. Ну, что? Будем надеяться, что она не видела. Сашка, это невозможно. Тебе есть Рома. Как врать-то теперь? Ты видишь, я чуть со стыда там не сгорела. Надо признаваться во всем. Какое признаваться? Что значит признаваться? Ты чего несешь, Сашка? Рома приехал, все? Крышу снесло? Ты же говорила, я должна помочь Мише, я должна спасти Мишу. А Рома приехал, все, поминай Мишу, как звали, да? Знаешь, когда мы у Мишеньки сегодня были, я в окно видела, как Вера разговаривала с каким-то мужчиной незнакомым. И мне этот разговор показался каким-то странным. Ну, что значит странным-то, что через окно слышала, о чем мне говорили? Ну, нет, конечно. Ну, хорошо, а что именно тебе показалось? На интуитивном уровне. Понимаешь, опасность какая-то, что ли? Ой, эта женщина постоянно обвиняет меня в излишней подозрительности. Ну, надо было напрямую у них спросить, вот и все. Ну, я и спросила. Ну? Ну, она сказала, просто незнакомый мужчина. Ты волнуешься, да? Да, я волнуюсь. Ну, ладно. Позвоню Игорю. Позвони. Не мучай моего Ричи. Ням-ням. Ромка, ну перестарался ты малость. Девушка так расчувствовалась, что готова была голышом за тобой бежать на край света. Пришлось остужать ее пыл. Серьезно? Да, я такой. Ой. Значит так. Не корми кота чипсами. Ну, что ты делаешь? Звони, зови на свидание и начинай обрабатывать на тему денег. Так сразу? Да, так сразу, пока девушка не очухалась. Скоро ты проснешься, Миша. Я очень жду этого дня. Очень. И наконец-то закончится этот мучительный обман. Я надеюсь, ты поймешь, что все это нужно было только для того, чтобы ты выздоровел. И простишь мне, что выжила я, а не твоя любимая Вера. Ну ладно, Шунчук. Ты мне напиши список, пожалуйста. Ну, во-первых, что тебе нужно. Во-вторых, номер палаты. И как зовут лечащего врача, я заеду в супермаркет, все куплю, обязательно завезу, принесу. Да в больницу не надо приезжать. Почему? Ну, в смысле, ты бросаешь меня, что ты опять? Да нет, конечно, нет. Просто Александра Кораблевой в больнице сейчас нет. Я там под другим именем. Я понял. Это же путаница с документами произошла. Да, да, да. Ну, я надеюсь, что там уже все налаживается. Не в документах дело. А в чем? Я временно другой человек. И зовут меня Вера. Ну, вот такие правила игры. Ну, ладно. Очень приятно, Вера. Странная встреча. Вообще непонятно, кто это. Я на Веру собрал с информацией. Друзей, родственников, с Гимна общается. Угу. И этого человека среди них нету. Понял, понял. Самому за ней проследить. Такой даже нарочно не придумаешь. Да. Ну, знаешь, а может это к лучшему? В смысле? Тебя никто не может найти. А значит, ты в безопасности. Ты про Наташу с ее отцом? Да. Прости. Прости. А этот миллионер Кэбишев, как его фамилию? А, Самойлов. Самойлов, да. Он прям реально миллионер? Да. Серьезно? Да. Ну, они такие простые. Такие добрые. Такие несчастные. С единственным сыном такое. Никакие деньги не помогут. И богатые тоже плачут. Я им помогу. Я поставлю Мишу на ноги. Ему очень повезло с тобой. Ты… получается, что ты их невестка и носишь их внука. Это наш ребенок. И как только Миша поправится, я им все расскажу. А может… Ну, стоит. Жизнь дала тебе второй шанс не для того, чтобы ты просто взяла и выбросила его на ветер. Какой второй шанс? Это случайная ошибка. Хорошо. Ну, послушай, я подумал вот о чем. Они смогут обеспечить и тебя, и Малыша, и вы будете как сыр в масле. Ну, а я что? Стыдно сказать, уже скоро в глаза не смогу тебя смотреть. Ни средств, ни перспектив, да ничего. Ром, не надо так говорить. Ну, это правда. Подожди. Я желаю вам только лучшего. Да мне все это не нужно. Я могу прямо сейчас пойти им и все рассказать. Ну, подожди. Пожалуйста, давай не будем горячиться. Родная, у людей сейчас несчастье. Этот парень в очень тяжелом состоянии. Между прочим, ты ему жизнью обязан. Я обязан ему. Твоей жизнью и жизнью малыша. Позаботься о нем. Угу. И пускай все идет, как идет. Как же мы? Угу. Я буду рядом. Я попытался уже найти квартиру под съемной. Цены конские, конечно. Не знаю, даже на полгода жизни не хватит. Ну, ничего страшного. Буду в Подмосковье где-нибудь арендовать. Угу. Так, давай опять с кубик вводим. Ну, рефракция зрачков в норме. Сейчас он просыпается. Михаил, пожмите мою руку. Тактильный контакт есть. Спокойно, дышим самостоятельно. Дышим, дышим. Трубочку убираем. Дышим, дышим. Спокойно, свободно. Все. Трубочку убираем. Все. Все. Спокойнее. У тебя кофе есть? Нет. А чай? Нет. Кипяточку хочешь? Ну, как? Михаил. Прошу вас, заходите. Миша. Миша. Миша, родной твой. А вы кто? Сашка, привет. А я теперь сюда. Как и на работу. М-м-м. Чего такая? Начали. Чего начали? Начали Мишу из Комова выводить. Уже? Ты же говорила. Дмитрий Михайлович принял решение. Ага. Вот это новости. Верочка. Миша ничего не помнит. Ну, что мы сидим? Надо что-то делать. Мы ждем КТ головного мозга. Мы же врачи. Что с ним? Просто уже невыносимо ждать. Да вариантов много. Если височные доли повреждены, тогда он в принципе ничего не вспомнит. Подожди, подожди. Просто коллега считает, чтобы не быть голословным, мы ждем КТ головного мозга. Дмитрий Михайлович, снимки готовы. Катаю у вас на компьютере. Угу. Ну, смотри. Ну, здесь все ясно. Дождите, что это значит? Что, все плохо? У Михаила посттравматическая амнезия. Подождите, мы этих ваших терминов не понимаем. Вы скажите, что нужно? Нужно просто с ним разговаривать. Вы знаете, мы сделаем все возможное, но пробелы в памяти останутся, и вы должны будете их восстанавливать. Воспоминаниями из детства, любимой музыкой, любимыми книжками, я не знаю там. Ну, возьмите семейные фотоальбомы и несите к сыну. И что, это поможет? Поможет. Ну, с таким настроем точно поможет. Так, он справится. Он у нас сильный. Играет музыка. Играет музыка. Вот, Миша, я Веру привела. Побудьте вдвоем. Если что, мы рядом. Пойдем, Володь? Вера, я так рад, что ты пришла. Я тоже рада тебя видеть. Что случилось, я ничего не помню. Мне страшно. Все хорошо. Я теперь рядом. И я о тебе позабочусь. А ты в порядке? Не пострадала? Нет, все хорошо. Не царапинки. Ты меня спас. Ну, тогда я спокойно. Моя маленькая девочка цела. Да. Ну, только я очень устал. Это нормально? Это нормально. Это из-за лекарств. Да отдохни. Поспи. Люблю тебя. Рома, сюрприз. Я приехала. Ну, в смысле, куда я приехала? В Москву, конечно. Куда еще? Ты где остановился? Мне куда ехать? Как прошло? Слушай, ну, это удивительно даже. Но, несмотря на его травму и речи, и рефлексы, все в норме. Он тебя узнал? Угу. Ну, в смысле, он Сашу не узнал. Он думает, что я Вера. Отлично. В смысле, отлично. Если бы он узнал, все бы само собой разрешилось. Сашка, человек только вышел из комы. Представь, он сейчас узнает, что его невеста погибла. Да он не выживет. Да. Послушай, сейчас надо заниматься его восстановлением. Как договаривались, я тебе помогу. Ты вчера с ним была, сегодня я потяжелее. Спасибо. Мне как раз сегодня к Роме надо. А этот-то пылкий, а? Он теперь каждый день хочет с тобой видеться? Ты ему сказала, чтобы он к больнице близко не подходил? Да, конечно. Поэтому я к нему на свидание иду. Ну, ладно. Тогда ты к Роме, а я к Мишу. Только мне тебя проинструктировать нужно, как заниматься. Угу. Угу. Смотри, вы когда начнете читать… Молодец я, правда? Я подумала, ну что я все время на тебя кричу. Давай устроим маленький медовый месяц. Ты же все дела закончил? Ну, еще не все. Ну, я обожаю Москву. Я буду, как примерная жена, ждать тебя дома после переговоров. А потом будем гулять. Зай, ну какой медовый месяц в Москве? А тут же дышать нечем, пробки. Давай, как нормальные люди, потом на Мальдивы слетаем и все. А? Не хочу, потом. Тусь, это очень хорошо, что ты приехала. Плохо, что сюрприз нам дался. Какой сюрприз? Я покупаю для нас ребенка. Сегодня такой радостный день. Я так долго ждала, когда эта амнезия закончится, что никак поверить не могу. Ну, теперь все хорошо будет. Я буду заниматься с Мишей по Ирининому плану, и скоро можно будет Мишу забрать домой. Верочка, спасибо тебе, что ты так заботишься о Мише, так веришь в него. Ну, а как иначе? Сегодня Ирина мне все подробно расскажет, что и как, и она начнет, а я потом продолжу под ее чутким руководством. А Ирина к нам заедет? Да, мы вместе в больницу поедем. А потом, если вы не возражаете, Ирина меня пригласила в гости сегодня. Ты совершенно свободна, тебе не стоит спрашивать разрешения. Спасибо, я не поздно буду. Не беспокойтесь, общайтесь сколько захотите. Да, вот еще. Вера, мы с Володей вчера подумали, чтобы тебе каждый раз не приходилось спрашивать, как что-то нужно. Вот, возьми, пожалуйста. Ольга Алексеевна, вы с Владимиром Александровичем и так для меня все делаете. Пожалуйста, возьми. Вдруг захотите сегодня поужинать или на такси понадобится. Да мало ли что. Пин-код простой. Четыре, три, два, один. Возьми, Вера. Все в порядке. Так надо. Ну что, Михаил, как себя чувствуем? Вполне. Только пытаюсь вспомнить. Знаете, как пустые страницы в книге местами. Вот я силиюсь их проявить, но пока не совсем получается. Ну, вы особо не утруждайтесь. Это явление временное. Оно и без особых усилий пройдет. Кораблева жива? Угу. Ничего себе. Прикинь, она хотела сюда переехать и спрятаться здесь. И на самом деле, очень повезло, что я ее нашел и убедил отдать нам ребенка. Ну, в смысле, продать. Продать, вот. И поэтому твоя мечта скоро осуществится, и у нас будет маленький. Какой же ты у меня муж. Какой? Классный. Да? Да. Обожаю. Понимаешь? Ну, понимаешь? Ну, как естественно, есть кое-какие моменты. Ну, то есть, мне придется какое-то время пожить здесь. Во-первых. Во-вторых, мне нужны деньги. И, ну да. И много она хочет? Ну, мы не говорили еще о конкретной сумме, но, думаю, немало. Ну, сама посуди, ее нужно здесь до родов содержать. И не просто как-то там, а по высшему разряду. Нужно снять квартиру, оплачивать питание лучших врачей. Да. Это, конечно, встанет, но... Это еще не все. Еще... А что еще? Ну, за ребенка заплатить, собственно. Ну, и за молчание. Я боюсь даже представить, что будет, если узнает твой папа. Все равно. Мы его купим. Сейчас моя главная задача – дожать ее. Как бы перевести ей сразу крупную сумму денег, чтобы она не соскочила. Потом уже сможем вернуться домой и оттуда переводить частями. Хороший план. Да? Да. Я всю наличку со своих карточек поснимал, поэтому, если у тебя что-то есть, то... Найдем. Голован. У нас будет ребенок. Господи, как я рада. Да, 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 да. Все, как ты хотела. Привет. Привет. А где Верочка? А Вера уехала в гости к Ире. Представляешь, разрешение спрашивала, можно ли. Какой-то молодец, что карту ей сделала. Она бы сама ни за что не осмелилась попросить. Ну, она взяла? Не хотела, пришлось настоять. Погоди, я хотела у тебя спросить. А ты не узнал про этого странного типа в больнице, которого я видела? Ну, пока ничего не известно, но... Игорь над этим работает. Он последит за Верой. А других методов у вас нет? Так, Оль, спокойно. Воспринимай это так, как будто я дал Вере телохранителям. Этот тип, он какой-то странный. Теперь она под защитой и может идти куда угодно. Ира. Ну, как ты? Я хорошо. Даже начал кое-что вспоминать. И что же вы вспомнили? Это Ирина. Она врач, она поможет своим восстановлением. Очень рад. Я вспомнил, как мы, как мы ехали. И сначала даже вроде были одни. Да? Угу. Ну, вот. Воспоминания просто очень смутные. А потом к нам подсела какая-то девушка. Как ее звали? Нет. В общем, нет. Вы должны вспомнить сами. Если вы поверите просто в то, что вам скажут, никакого процесса восстановления не и случится. Логично. Ты мне тогда ничего не говори. Даже если я буду спрашивать. Хорошо. Не буду. Но девушка действительно была. Ты молодец. Саша. Девушку, которая к нам подсела, звали Саша. Да. Да. Ее звали Саша. Девушка, Верочка, ты отлично влияешь на Михаила. Конечно. Вера моя все. Ирина сегодня с тобой позанимается. Да. Да. Ничего сложного. Мы просто поболтаем, повспоминаем. Да. Спасибо. Я буду очень рад. Ну, Верочка, ты тогда можешь идти, а мы начнем наш путь к восстановлению. Ну да. Я пойду. Пойду. До свидания, Ирина. Не переживай. Приступим. А как мы будем заниматься? Ну, для начала нам нужно выяснить ваши слепые пятна. Предлагаю почитать, посмотреть, как вы конвертируете знаки. Хорошая методика. Вот что, что читать я люблю. Так. А что у нас тут есть? Угу. Отлично. А как читать? Снизу вверх или слева направо? Давайте для начала в обычном порядке. Хорошо, если осилите страниц пять. Думаю, осилю. Давайте вот отсюда. Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар. Полный странных видений. Известный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет его воздушных пустот. Прекрасно. Но прилежный охотник не подходил к ним. Рассматривая свежий след медведя, направлявшийся. Устали? Да, притомился. Так, а как здесь? Ага, вот. Угу, Эпин. Пссс. Ты чего? В общем, баланс двести тысяч. А зачем ты все снимаешь? Ты ко мне ни зачем. Я в ресторан одна не хожу, в салоны красоты тоже. И вещи в бутиках не покупаю. Сань, давай, пожалуйста, их обратно положим? Нет, мне кажется, что здесь на полгода аренды хватит. А потом работа найдется, и дальше справимся. Санечка, эти деньги предназначены тебе. Это деньги Самойловых. И мы им потом их вернем. Вот так просто, да? Счастье мою. Какая же ты у меня хорошая. Спасибо. А тебе какое место в Москве больше не нравится? Слушай, я даже не знаю. Много. Бульварное кольцо. На бульварном кольце нам за деньги даже, наверное, на месяц арендовать не власть. Даже какую-нибудь крохотулечку? Даже крылечко от крохотулечки. Ну, нет. Да. Да неужели так дорого? Да, в Москве цены кусаются. Ну, ничего, арендуем, что-нибудь на окраине. Мы же тогда видеться не сможем каждый день. Каждый день не сможем, но зато все живы, здоровы. Остальное можно купить за деньги. Да. Так денег-то больше нет. Ну, они тебе еще дадут. Саня, они только что перевели тебе 200 тысяч просто на шпильки. Для них это вообще гроши. Ты предлагаешь Самойловых деньги тянуть? Нет, ну, тянуть — это какое-то слово неправильно. Я предлагаю просто попросить. Знаешь, это уже слишком. Ну, почему? Нам с тобой нужны деньги. У них и они есть. Я не буду ни у кого ничего просить. Ну, хочешь, я попрошу. Просто приеду к ним и все расскажу. В смысле? Саш, нам нужны деньги. У них они есть. Нам не нужны деньги. Я вообще уже начинаю сомневаться. Прости. Алло. Да. Да, я сейчас прибегу. Да. Кто звонил? Миша плохо. Я в больнице. Сань, ну, подожди. Ну, Сань. Ну, я ж… Я пошутил. Саш. Саш, я пошутил. Похоже на транквилизаторы, да? Не знаю. Эффект очень сильный. Но откуда они им здесь могли взяться? У нас такие сильные препараты, как витаминки, не раздаются, вы должны это понимать. То есть, ему еще и противосудорожные вводили. То есть, получается, двойной эффект. Отсюда почти полное отсутствие рефлексов, пониженное давление. Да он умереть мог. Да, будь его организм не такой сильный. Знаешь, я таких препаратов не означал. Иван Вадимирович. Тоже не мог назначить. Медсестра опытная. Не могла перепутать. А кто тогда? Может, тот специально? Может, тот, кто разбирается, сделал какой-то укол Михаилу? А? В любом случае, капать мы его уже начали. И это хорошо. Капать мало. Вы простите, я понимаю, не я, лечащий врач Михаила, но, может быть, еще детоксикант? Эта дрянь в крови, ее выводить оттуда надо. Ну, разумеется. Пойду распоряжусь Вадима Юрьевича. Ты сама успокойся. Здесь просто необходимо. Хорошо. Если Саша хочет рожать здесь, пожалуйста, пусть рожает. Она вообще наблюдается у кого-нибудь? Она сдает какие-нибудь анализы? Ты понимаешь, что это очень важно убедиться, развивается ребенок правильно или нет? Ты можешь успокоиться? Каждый анализ стоит денег. Нам нужно думать сейчас об этом. Нет, я не могу успокоиться, пока у меня нет анализов на руках. Вообще, где она? Я просто хочу с ней поговорить. С чего ты взяла, что она захочет говорить с тобой? Тем более, поскольку ты наорал на нее в прошлый раз. Человеку нельзя волноваться. Послушай, я поговорю с ней аккуратно. По-женски. Я извинюсь за все скандалы и угрозы. Если надо, я могу даже на колени встать. Мне кажется, что я смогу ее убедить. Хорошо. А по-твоему, что я вообще должна делать? Концентрироваться на деньгах я тебе три раза уже сказал. Она хочет круглую сумму. Да, я пытался сбить цену, но она прекрасно знает, что у твоего отца деньги есть. Поэтому платить все равно придется. Деньги, 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 деньги. Я никуда не уеду, пока я с ней не поговорю. На тебя вообще надежды как не было, так и нет. Так. Ты понимаешь, что человек живет у каких-то знакомых дальних, в коридоре, чуть ли не на коврике вообще. Ей нужно арендовать квартиру, ей нужно качественное питание, оплачивать анализы и докторам еще давать денег. Ей просто нужны деньги. Поэтому, если на самом деле хочешь помочь, пожалуйста, поезжай к отцу и возьми у него денег. Ты так говоришь, потому что просто хочешь избавиться от меня? Так. Нет. Все, что я говорю и все, что делаю, исключительно в наших общих интересах. Ты же хочешь, чтобы ребеночек родился здоровеньким? Надо платить. Как это могло произойти? Ты должна была быть рядом с Мишей. Ты вообще была в палате в этот момент. Слушай, ты знаешь, что я сделала все, что могла. Такое бывает. Внезапное резкое ухудшение. Здесь вообще-то не только ты, медик. Это ухудшение чем-то спровоцировано. Ты меня в этом обвиняешь? Я не знаю. Я просто не понимаю, как это могло произойти. Это очевидная подмена препаратов. Побочка налицо. Интоксикация организма жутчайшая. Сашка, ты ни в чем не виновата. Он умереть мог. Это ужасно. Я пытаюсь помочь, а у него ничего не получается. Ты помогаешь. Мне тут надо заканчивать с этим. Невозможно жить в этом обмане. Каждый раз бояться контролировать, кому я что сказала. Мне кажется, все это неправильно. И все эти события только подтверждают это. Ты скажешь. А ты подумала, что Самойл со мной сделает? Нет, я об этом и не подумала. Они меня в порошок сотрут. А ты сбежишь со своим ненаглядным Ромочкой. Никакого ненаглядного. Забудь про него. Вообще, это дура, что опять ему поверила. Ир, прости, я к Мише в палату пойду. Я сказала, я тебя здесь одного не оставлю. Ты слышишь? В семье мужик должен быть один. И в нашей семье это всегда была я. Ты мне не указ. Я решаю за нас двоих. Я решаю и теперь. Ты решала только благодаря баблу своего папочки. Ты можешь сделать то, что ты умеешь делать хорошо. Не тормози, Наташа. Нам очень нужны деньги прямо сейчас. А может быть, ты просто до сих пор неровно к ней дышишь? Поэтому меня не подпускаешь к ней, а? Как я вообще могу тебе верить? Ты не была бы ник несчастной. Любимая. Я сам все решу. Не мешай мне, пожалуйста. Ты хотела ребеночка, а у нас будет ребеночек. Помнишь, ты мне рассказывала про какую-то детскую кроватку с мягкими игрушками, там, с музыкой, помнишь? Отличная кроватка. И прекрасно будет смотреться в детскую. Особенно, если покрасить стены в синий цвет. Покрасить, значит, в синий цвет. Хоть в сиреневый. Купим кроватку. Пожалуйста, только позволь уже мне, наконец-то, стать главой семьи. И помогай ему. Пошел. Хорошо. Конечно. Ну, как, что-то есть? Все оказалось гораздо интереснее, чем вы предполагали. Вам это стоит посмотреть. Позвольте? Давай. Хватит. А потом работа найдется и дальше справимся. Санечка, это деньги предназначены тебе. Это деньги самой ломок. И мы им потом их вернем. Вот так просто, да? Счастье моё. А тебе какое место в Москве больше нравится? Какая интересная история получается. Что делать будем? Нужно брать. И немедленно. Погоди. Не торопись пока. Чего тут ждать? Закрывать как можно быстрее. Спасибо, спасибо, не спасибо. Я разберусь. Вот. Есть у меня одна идея. Интересная идея. Миша, ты слышишь? Миша, ты слышишь меня? Ты должен бороться. Ради всех нас. Картина позитивная. Дышит нормально. Скоро начнет приходить в себя. Успокойся только, когда он начнется. Значит, твоему положению нельзя ломаться. Я понимаю. Ну, должна понимать. Ты же умная. Специалист. Береги здоровье. Угу. А, кстати, какой месяц у нас? Два уже, да? Третий пошёл. Вот. Я, кстати, себя неплохо чувствую, несмотря на аварию и стресс. Ну, беременность не болезнь. Да, кстати, о болезнях и родах. Вера, то есть Саша, мне нужно с тобой кое о чём поговорить. Ты должна быть в курсе. Пойдём. Я о Владимире Самойлове. Он ведёт расследование, пытается узнать о тебе. Точнее, о Вере всё, что можно. Детективу надо. Вот он узнал, что у Веры мог быть проблема во время беременности. Ну, я догадывалась, что он будет интересоваться. Ну, скоро всё откроется. Как только Миша придёт с себя, я уже не буду скрываться. А ты не боишься последствий? Почему мне бояться? Мне от Самойловых ничего не нужно. Я, конечно, попрошу остаться с Мишей, ну, хотя бы на первом курсе реабилитации. Вы же понимаете, как это важно для прогрессивного восстановления. Да так там вы можете подтвердить мою компетентность. Понимаешь, когда ты скажешь правду, я обнаружу, что я был в курсе. Подумай, в каком положении я окажусь. Ну, да. Правда, вас не нужно сюда втягивать. Вы и так столько сделали для меня. Саша, я правда тебе очень хочу помочь. Я всё понимаю. Спасибо. Может быть, ты мне подскажешь, что мне сказать родителям по поводу этого ухудшения Михаила? Я – улечащий врач. Я что-то проглядел или кого-то поглядел. Ну, что вы имеете в виду? Ну, есть кое-какие предположения. Вы кого-то подозреваете? Ну, мы не в полиции, чтобы подозревать. Саша, я об Ире. До её появления Михаил был стабильный, чувствовал себя хорошо. Ну, ты доверяешь своей подруге? Ира! Ты где? А, слушай, у нас проблемы. Таташка приезжала. Ну, сейчас я её отправил, конечно, но, не дай бог, вернётся и может всё испортить. Да, у нас проблемы. И посерьёзней твоей жены истерички. Сашка подозревает, что Миша стало плохо из-за меня. Он сердцем чувствовал, что не надо было мне вчера уезжать. Что я ему нужна. Откуда вы могли знать? Никто не мог знать, что такое случится. Господи, почему же он так долго? Почему же он не выходит? Господи, я всю ночь места семьи находила. Ольга, Вера, у меня хорошие новости. Михаил проснулся. Сознание ясное. Немного сонное, но это нормально. Ой, хорошо. Я пойду к нему. Ну, вообще, лучше бы ему, конечно, немного отдохнуть, но я же не могу вам отказать. Вера, вы ответственная за нашего пациента. Это я заберу. Спасибо большое. Смотрите, чтобы мама не плакала. Да, конечно. Я не буду, не буду. Я все сделала по плану. Все, как мы договаривались. Вела этот препарат. Неважно, какой я тебе долго объяснять, ты не медик. Никто ничего не заметил. А Сашка догадалась. Как это догадалась? Вот так. Сообразила. Она у нас на курсе вообще-то лучше была. Так, и что теперь делать? Теперь два варианта. Лучший – она просто сбежит. Худший – она меня сдаст. И ты знаешь, Ромочка, вот сейчас самое время на нее надавить. Спой ей дифирамбы про любовь. Вожи любовь до гроба. И учти, если я начну тонуть, я тебя потяну за собой. Я даже не понял, сколько времени я спал. Какой сегодня день? Какая разница? Зачем тебе твое дело сейчас поправляться? Просто и так нас напугал всех. Я уже не знала, какому Богу молиться. Ох, хватит. Ольга Алексеевна, ну, вы посмотрите на Мишу. Не сегодня, так завтра побежит. Не остановим. Ты же хорошо себя чувствуешь? Ну, насколько себя хорошо может чувствовать, человек в моем положении. Главное, чтобы голова не кружилась. Может быть, воды хочешь? Ну, как можно в нее не влюбиться, мам? Теперь ты видишь? Верочка, у нас умница. Ничего не скажешь. Я пойду принесу лодички. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Представляешь, ты мне снилась все это время. Неужели? И что, за сны? Как сон? Просто я был в темноте, и она постоянно слышала твой голос. Ты говорила мне, что меня ждут, и что меня любят, и что мне нужно возвращаться. Ну, твой голос, он был как… как маяк в темноте. Ну, мы, правда, тебя здесь все ждали. Миша, нам надо поговорить. Я все ждала подходящего момента, но я думаю, что больше тянуть не стоит. Мы обязательно поговорим, любимый. Только… Давай не сегодня. Я устал, я хочу отдохнуть. Хорошо? Хорошо. Ладно. Я тогда пойду. Ольга Алексеевна, я вас там подожду. Хорошо. Миша, до встречи. Какая ты, Верочка, загадочная. Что произошло? А, мой, мне кажется, я догадываюсь, что я делаю. Только давай пока не будем торопить события. Пусть пока все остается, так как оно есть. Хорошо? Ты уверен? Абсолютно. Всему свое время. Ну, как скажешь. Главное, чтобы ты быстрее выздоравливал. Моя сонышка. Мамуля, берегите ее. Она хорошая. Конечно. Алло? Алло, Ира. Привет. Да, слушай, все хорошо. Миша очнулся и анализы даже лучше стали, чем были. О! Ну, вот видишь, ты зря волновалась. Ты прости меня за мою утреннюю истерику, и я вообще сама не своя была. Сашенька, тебе надо заботиться о себе, беречь себя для нас, для ребенка, для Миши. Да ты представляешь, я ему чуть все не рассказала. Ой, как я жду, чтобы все скорее открылось. Ты подумала о последствиях? Тебе не страшно? Ир, страшно жить не своей жизнью. Ты знаешь, как я устала от этого вранья. Да. То, что Рома давит на меня. Извините, ему только деньги нужны. Я вообще не понимаю, как я верила ему все это время. Ну, ничего, скоро все закончится, и нечего будет с меня спросить. Свобода. Свобода? А обо мне ты подумала, что со мной сделают? Или что у нас, от добра добра не ищут? Так? Так ты меня хочешь отблагодарить? Ир, в смысле? Ты прекрасно знала, что рано или поздно все откроется. И ты вообще здесь ни при чем. Я сама всем все расскажу и все объясню, как и что. Пока. Значит, делаем так. Мешечка, о чем ты хотела с Мишей поговорить? О реабилитации. Ему же нужно будет восстанавливаться. Странно. Мне кажется, он о чем-то другом подумал. О чем? Не знаю. Он такой милый сказал, что тебя надо беречь, и что ты очень хорошая. Ну, какая я нехорошая. Все, я не могу больше. Нам надо поговорить. О чем? Что-то случилось? Тебе нужна помощь? Может быть, у тебя деньги закончились? Не в этом дело. Нам правда нужно поговорить, и поговорить нужно все мы вместе. Ну, хорошо. Давай тогда не будем откладывать. Поедем сейчас домой, все вместе поговорим. Володя нас ждет. Да, спасибо. Наташа! Наташа! Привет! Привет, моя хорошая. Держи, твой любимый. Не бойся, не бойся, не потолстеешь. А я и так скоро потолстею. Да? А чего ты такая доводна, а? С Ромой помирилась? Ну, мы вообще-то и не ссорились. Ну, 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 ну. Мы просто были в перинатальном центре. Так. Танцуй, папа. Ты скоро станешь дедом. Вот и надо. Ты серьезно? Какая ты у меня молодец, Наташенька. Солнышко, как ты меня обрадовала. Вот это новости так новости, а? Умница. Папуль, Только ты же понимаешь, что это очень недешевое удовольствие. И мне понадобится твоя помощь. Денежки. Ну, конечно, моя хорошая. Конечно, Наташенька. Ну, мне для внука последней рубашки не жалко. Пап, рубашки не нужны. Точно? Точно. Слушай, а давай-ка мы отпразднуем это дело, а? Давай. Лиля! Я хочу, чтобы вы знали, что за это время вы стали мне родными людьми. И я хочу, чтобы вы понимали, что я не хочу никак и не хотела вас обидеть. Но случилось то, что случилось. А что такое случилось? Так, тихо. Дай ей сказать. Я не та, за кого вы меня принимаете. Я не невеста Миши. Я Саша Кораблева. Какая Саша. Володь, ты что-нибудь понимаешь? Успокойся, мать. Объясни, что все это значит. Объясняю. С Верой и с Мишей мы познакомились недавно. Мы ехали вместе в Москву. Я плохо помню, но на момент катастрофы Миша оказался рядом. Он меня спас. А Вера погибла. Господи, что ты выдумываешь? Я же вижу, как Миша смотрит на тебя, как он относится к тебе. Миша не на меня смотрит, Миша на Веру смотрит. Так получилось, что мы похожи. И Миша нас даже перепутал при первой встрече. Я ничего не понимаю. Я когда очнулась, это как будто все не со мной было. Чужие люди, чужая обстановка. Все меня Верой называют. Я попыталась объяснить, но кто будет слушать бредней очнувшейся пострадавшей? Я не понимаю. Я этой истории вообще не понимаю. Как кто же ты на самом деле? Случайный человек. Поймите, я это все делала не со злым умыслом. Миша спас меня, и я не могла его бросить. Вы сами видели, как он пошел на поправку быстро. А я медик, и я знаю, как важно быть с больным в период реабилитации. Я просто не могла поступить по-другому. Так вот. Простите меня, пожалуйста, но я хочу попросить, чтобы вы позволили мне остаться с Мишей до его полного выздоровления. Я понимаю, вам, наверное, будет неприятно меня здесь видеть. Я поговорю с главврачом. Он знает, как важно, чтобы я сейчас была рядом с Мишей, и он, думаю, что даст мне место в отделении. Санитарок всегда не хватает. Я быстро соберу вещи. Постой. Я не договорил. Сядь. Сядь, сядь. Саша, ну, тебя ведь так зовут? Угу. Так вот, Саша, никуда уходить не нужно. Я очень рад, что ты сама во всем призналась. Ну, я, конечно, знал обо всем уже несколько дней. Но мне важно было, чтобы ты сама нам открылась. Я ничего не понимаю. А как, как нам теперь тебя называть? Любимая, по-моему, ты переволновался. Это Саша. Отличные анализы, Михаил. С такими темпами. Есть какие пожелания? Причин нет. Нет. А так, вишни хочу. Спелые вишни. Я пока в коме был, все время чувствовал ее вкус. Ну, вишня, как говорится, дело наживное. Ну, ладно. А пока проверим ваши рефлексии. Так. Отлично. Просто прекрасно. Мне бы встать уже? Терпение. Все будет. Если вы этого хотите. И будете прилагать усилия. С такими помощниками все возможно. Кстати, о помощниках. А где Саша? Какой Саша? Михаил, вы меня удивляете. Ой, да я знаю о тебе достаточно. В частности, о твоих встречах с неким молодым человеком, скажем так. Роман. О нем можно много говорить, но он того не стоит. Он отец моего ребенка. Это вот тот парень, которого я видела из окна? Да. Хороший отец ребенка, который тянет деньги из матери собственного ребенка. Он когда приехал, он начал меня попрекать. Он столько всего наговорил, и хорошего, и нехорошего. Я запуталась. И отдала ему все свои деньги. Я все вам верну до копейки. Да ничего мне не надо возвращать. Я тебе больше должен за сына. Просто раз уж так повернулась, ты уж прости, я не могу не вмешаться. Кто-то должен из-за тебя постоять. Надо ей как-то более популярно объяснить что-нибудь. Дави на чувства. Какие чувства? Ну, сняла 200 тысяч, отдала больше, просить отказалась. Кто там? Сантехник. Здравствуйте. Здрасте. Я не вызывала. Девушка, у себя объявление читаете на подъезде или что? Или нет? Нет. Ну, дом ветхий. Мы проводим осмотры у каждой квартиры в этом доме. Я пройду. Спасибо. А мы начнем с кухни. Добрый день. У нас времени вообще нет. Затягивать нельзя. Я знаю. Где твоя подруга? Моя? Может, она и твоя тоже. Сказала, скоро приедет. Хозяйка, я твой резчик возьму, ладно? Зачем? Ну, как зачем? Я же до потолка не достану. А нужно проверить этот стояк. У меня же потолочное перекрытие. Вдруг там течет. Хорошо? И заодно у вас посмотрю вот эту батарею. Мне кажется, она у вас не очень новая. Я пройду, ладно? В обуви на табуретку не вставать. Хорошо. И вы знаете, что у меня не было родителей. И она мне помогала, я ей помогала. И я за эту дружбу очень держусь. И я не могу поверить, я не хочу уверить, что она как-то причастна. Денис, Саша, ты пойми, ты прекрасный человек, как специалист ты вообще. Ой, ну, в реальной жизни тебя можно просто обвести вокруг пальца и все. Это Ирина, она хотела на тебя заработать. На мне заработать? Ну, на мне, скажем так. Все знают, что Самойловы состоятельные люди. Да, все, кому не лень, пытаются перестроиться. Я не думаю, что Ирина на такое способна. Может быть, ее втянули в это? Хорошо, я тебе сейчас кое-что расскажу об этих Ирине и Роме, но пообещай мне, что выполнишь одну мою просьбу. Хорошо. И сделаем так, как я скажу. Привет. Привет. Ирка, я так устала. Как только Миша придет в себя, я уеду из Москвы. Проходи. Чай будешь? Боюсь, я за нашу девочку. Да. Вера, ой, вернее Саша, за это время мне стала совсем родной. Она такая беззащитная. Думаешь, она справится со всем, что ты бы придумал? Да, Оль, успокойся, вариантов там немного. А этих сопляков надо проучить. Ты мой характер знаешь. Если бы не Саша, я бы вообще их уже в парашют стер. Вы ничего не хотите мне объяснить? Да, это я позвонила Роме, все ему рассказала, чтобы он приехал. Я просто не знала, как по-другому тебя образумить. И что вы от меня хотите? Сашка, ты, главное, не волнуйся сейчас. Ты пойми, что мы о тебе заботимся. О твоем будущем, о твоем ребенке. Ты должна быть благодарна, ты будешь богатой. Я надеюсь, что и нам тоже поможешь. Что мне хотя бы чуть-чуть перепадет. Ты посмотри, в какой дыре я живу. А Рома, он вообще все потерял из-за тебя. Так это все-таки ты ввела, транквилизатор. Я до последнего отказывалась верить в это. Да, я ввела. И знаешь что, я не жалею. Я не жалею, потому что я умею думать о себе. И о тебе, кстати говоря, тоже. Тебе кто и те Самойловы? Никто. Мы с Ромой твои самые близкие люди. А близкие люди должны заботиться друг о друге. Должны помогать друг другу. Так, Игорь, подожди секунду. Саша, мне кажется, решение ты должна принять сама. Ты либо хочешь нам всем помочь, либо не хочешь. Вы не подумайте, я помню и ценю все, что вы для меня делали и… Говорите, какой план? Я знала, что на самом деле ты не такая глупенькая. Ну, мы же с тобой подруги. Подруги, да? В общем, смотри, завтра я введу Мише препарат во время дневного сна. И он, скорее всего… Да что там, скорее всего, он точно впадет в кому. В этот раз же все пойдет по плану, да, Саша? Угу. Вот. И после этого мы начнем дорогостоящую спасательную операцию, за которую Самойловы выложат большие деньги. Чем обязаны? Да, алло. Этого только не хватало. Подождите, так в прошлый раз с Михаилом… Хорошо. Не бойтесь, все под контролем. Хотелось бы, это все-таки отделение интенсивной терапии. Владимир просит вашего содействия. Ну, конечно, чем могу. Все, что в моих силах. Санечка, ты же любишь ухаживать за людьми? Тебе это нравится. Вот есть неплохой шанс заняться своим любимым делом. Да. Завтра Миша станет плохо и твой выход. Ну, все. Отлично. Тут материала столько, что не на пять, а на десять лет и едут. Ир, только очень прошу, проконтролируй, пожалуйста, дозу. Чуть больше препарата и может наступить паралич дыхательных путей. Сашка, я, может, и хуже тебя училась в институте, но инструкции к препаратам читать умею, ладно? Саня, ты влюбилась в него, что ли? Смерть Миши не нужна ни мне, ни вам, в первую очередь, если вы хотите зарабатывать на нем деньги. Так, сейчас ты должна поехать к Самойловым, ну, чтобы никто ничего не заподозрил, вести себя легко, непринужденно, с надеждой, что Миша скоро поправится. А завтра все случится. Так, Михаил, в пятую палату. Только очень аккуратно, пожалуйста. Проходите. Ложитесь. Ложитесь. Волнительно это все-таки. Я зайду, введу и подожду у реакции, чтобы убедиться, что все идет по плану. Слушай, может, не надо? Но вдруг застукают. Чего ты ведешь себя, как истеричка, а? Я изучила все их расписание, сейчас тихий час. Медсестры в это время не заходят. Тогда давай так, я, значит, полчаса тебя жду, если не успеешь, я свалю. Я тебе свалю. Я тебе так свалю. Дверь эту к нему. Я не понял. Пообщаемся, Роман Викторович. Спокойно. Не советую сопротивляться. Ну, что ж, все в сборе. Можно и побеседовать, наконец. Будьте любезны, оставьте нас. Владимир. Да. Вы же знаете, как я ухаживала за вашим сыном. Так, 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 так. Как я хотела, чтобы он поправился. Просто произошла ошибка… Да не старайтесь. Бессмысленно продолжать спектакль. Вы были пойманы с поличным. Что вы с нами теперь сделаете? Ну, вы же знаете, возможности мои не маленькие. Я могу сделать так, что вам будет белый свет немил. Но я пообещал Саше быть с вами по-добрее. Хотя это не в моих правилах, но она просила за вас. Ну, вот. И цвет лица поменялся. А все благодаря кому? Вишню принесла. Доктор сказал, тебе захотелось. Хороший знак. Вера, ты… ты просто сказка. Миш, ты уже достаточно окреп и нам надо поговорить. Я не такая хорошая, как тебе кажется. Что? Ты о чем? Послушай, ты лучший человек, которого я встречал в своей жизни. Ну, неправда. Я тебе сейчас скажу, ты можешь меня возненавидеть. Это твое право. Но… Как-то случилась та авария… Не надо. Я все знаю. И мне не за что тебя ненавидеть. Я искренне благодарен тебе. Саша. Откуда ты знаешь? Почувствовал. Вы с Верой только внешне похожи, а на самом деле очень разные. Когда я был подключен ко всем этим аппаратам, я слышал твой голос. И чувствовал твое тепло. Ты спасла меня? Покушение на убийство. Мошенничество. Совершенная группа лиц по предварительному сговору. Ну, десяточку-то мы вам намотаем, если захотим. Будьте уверены. Какой сговор? Какой сговор? О чем вы говорите? Это все он. Он все это придумал. Зачем ты врешь? Не надо. Как я придумал. Да ты придумала все это. Он заставлял меня. Вы понимаете, понимаете? Да прекратите вы смотреть противное. Засадить-то вас ничего не стоит. И сгниете вы там за решеткой. Господи. Господи. Вы простите. Вы простите меня, пожалуйста. Я просто не знаю, что со мной произошло. Я не понимала, что я тварю. Я была в отчаянии. Сам бы я просто укатал вас на Коломуды и… Но мы пойдем другим путем. Мы сделаем вашу жизнь невыносимо унылой. А теперь оба пошли вон. Вы хотите сказать, что… Да. В смысле мы… Ну, это только начало! И деньги не забудьте все вернуть. Все на копейки! Спасибо. Долго ждать не буду. Я просто про Веру думаю все время. И получается, что я ее место заняла. Уверена, место занять невозможно. У меня для тебя есть подарок на память. Она Вере очень понравилась. Простите, Миша, художеств. включая границу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОЕ ЗВОНОК Алло? Здравствуйте… Нет… В смысле… Как? Я... Подождите, я могу приехать и все. Ну все. Началось. Что началось? Меня с работы уволили. И что, сынок? Скоро домой поедем? Там, глядишь, и раз хочется в кровати-то валяться. Работать пойдешь, я поговорю кое с кем в департаменте. Пап. Ой. Что? Ну, прости. Прости. Больше никаких. Сам будешь решать, где работать, с кем работать. Вмешиваться не буду. Пусто все-таки как-то без Саши стало. Надеюсь, дома и будет хорошо. Ей сейчас себя уберечь надо. С документами я помог. Восстановили. Ну, а Родзит будет получать от нас пособие. Хорошая она девочка. Да. Таких нынче днем с огнем не найдешь. Странно. Но я уже по ней скучаю. Сашенька, родная моя, приехала. Ой, господи. Господи. Дождалась я тебе, родник эту мою. Ой, господи, дождалась. Папа, я не ждала тебя. Может быть, ты голоден? Нет, нет. Присядь. Ну, что, доченька, где твой ребеночек? Рассказывай, что ты там не пела? Дедушкой станешь? Папа, ну, ну, такие дела так быстро не делаются. Придет срок, встанешь. Хватит. Я вам что, дойная корова, от которой только и можешь даться за деньги? Я что, по-вашему, совсем дурак или как? А ты чего молчишь, а? Мужик называется. Да ты здесь только из-за денег. А какой ты муж, весь город знает. Что? На бедокурили, детки? Думали, вам это с рук сойдет? Все, нет больше у тебя фирмы. Все. Все. Теперь будем сидеть на пустых щах. Что вы уставились, а? Меня сегодня попросили освободить кабинет. Из Москвы бумагу прислали. А все почему? А потому что нечего здесь делать мошенникам. Мошенникам! Папа, я... Что, папа? Что, папа? Хотели забрать ребенка у бедной девочки. Весь город об этом знает. Более бессердечного и глупого поступка я в своей жизни не видел. Идите. Идите теперь, просите прощения у него. Я-то место себе под солнцем найду. А вы-то! Где вы найдете? Кто вы теперь? Знаете, а во всем случившемся есть и ваша вина. Что? Это же вы каждый день настаивали на наследнике. И при этом даже не удосужились поинтересоваться, может ли вообще ваша дочь иметь детей? Вы говорите, что я глупец, бессердечный мерзавец. Возможно, я вел себя так. Возможно. Но я же это все делал исключительно, чтобы соответствовать вам. Вашим деньгам, вашему статусу, вашему влиянию. Теперь заткнись и слушай меня внимательно. С этого дня ты сам зарабатываешь себе на жизни. Сам. И все мои деньги вернешь. Все до единой копейки. А теперь пошел дон отсюда, щенок. Саша, ну что ты тяжести такие таскаешь? Я-то на что? Ой, все оставлю. Ну, мне же тоже хочется какого-то движения. Движения ей хочется. Мальчишка, потому что растет силач. Ой, кто это? Саш. К тебе, наверное. Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас с тем, кто себя хорошо вел, буду дурить подарки. Ой, там же у меня тесто. С наступающим, Саша. Ты как тут оказался? Вот. Ваш пациент решил вам показаться. Вы знаете, доктор, мне кажется, не до конца восстановился. Нужна ваша помощь. Я так рада тебя видеть. Ну, вот вам и с Новым годом. Кто-то. Кто-то. Кто-то.